Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на заседании второй секции, посвященной таким актуальным сегодня проблемам политического дискурса. Если вы позволите, буквально пару слов, касающихся организационных моментов, которые нам необходимы. В нашем распоряжении с вами три часа, и у нас запланированы 15 докладов. В этой связи предполагаемое время непосредственного представления доклада на каждого из уважаемых участников – 10 минут. И мы, в общем-то, можно сказать, укладываемся минуту в минуту. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы выделить какое-то время для дискуссии. Поэтому наше предложение следующее. Возникающие вопросы писать в чат. И если у нас с вами останется время в заключении нашего секционного заседания, или мы решим с вами отщипнуть небольшой кусочек для коллективной дискуссии от щедрых 30 минут, выделенных на обед, то мы сможем с вами обратиться к чату, вернуться к вопросам, которые так взволновали нас, и посвятить некоторое время обсуждению. Для того, чтобы мы с вами оставались в рамках регламента, моя коллега Полина Андреевна будет подавать сигнал об оставшихся двух минутах. То есть 8 минут докладчик совершенно свободно имеет в своем распоряжении, а затем, с вашего позволения, мы будем получать небольшой предупредительный сигнал о том, что осталось 2 минуты на выступление. Ну и далее я напомню о программе, которая будет ожидать нас всех впереди после пленарного заседания. Скажите, пожалуйста, нет возражений по регламенту ведения секции? Нет возражений. Ну в любом случае мы можем всегда коллективно обсудить и внести какие-то коррективы. Наша с вами секция очень удачно укладывается в три таких крупных тематических блока, и сегодня мы начинаем с обсуждения проблем политического медиадискурса. Ну, хотелось бы сказать, как некого информационного поля для мобилизации общества и общественного мнения, но, собственно, в современных условиях, к сожалению, по-прежнему политический медиадискурс скорее используется как некий плацдарм в контексте сложного информационного противодействия внешним угрозам. И вот первая группа наших докладов, она как раз посвящена информационной политике очень крупных международных игроков, которым, безусловно, принадлежит и Исламская республика Иран, Китайская народная республика, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия. Вот сегодня мы будем говорить о том, как выстраивается политика государств и, прежде всего, ориентированная на внешнее потребление и мобилизацию внутренних общественных и политических ресурсов. И поэтому я с удовольствием представляю нашего первого докладчика, Гладкову Елену Львовну, представляющую университет ГИМО, с докладом «Отражение динамики отношений Иран-Запад в персидском политическом дискурсе». У всех участников конференции есть право демонстрации экрана, поэтому, Елена Львовна, если у вас есть презентация, то… Спасибо, Наталья. Анатольевна, сейчас попробую запустить. Видно? Пока нет. Пока нет. Нужно нажать кнопочку демонстрации экрана у вас на вашем компьютере. Вы знаете, что-то она у меня не запускается. Так, Елена Львовна, ну вы хотели бы нам ее, да, показать? Ну, в принципе, чтобы не терять время, либо тогда, может быть, мы предоставим второму докладчику слово. Да, наверное, это будет логично. Если нет возражений, тогда мы с удовольствием приглашаем Минаеву Людмилу Владимировну, представляющую Московский государственный университет имени Ломоносова. Так, моя запустилась? Да, ваша запустилась. Спасибо. Сейчас, минуточку, я полный экран сделаю. Так, ну, коллеги, как вы видите, речь пойдет о так называемой дискурсивной силе. И прежде всего я должна дать определение того, что понимается под дискурсивной силой. Концепция дискурсивной силы, в общем, довольно широко используется и в политологии, и в медиалингвистике, и просто шире, так сказать, в лингвистике. Это сознательно сконструированный дискурс или определенные коммуникативные события в целом, а также использование языка в устной или письменной форме для оказания воздействия на определенных политических акторов. Вот что здесь ключевые какие тут единицы. Во-первых, это сознательно сконструированный дискурс. И, во-вторых, для чего это делается? Для воздействия на определенных политических акторов. Я буду рассматривать концепцию дискурсивной силы, которая стала в Китае сейчас практически основой политического дискурса в целом. Китай вышел из тени, как говорится. Раньше она была достаточно закрытая страна, сейчас она вышла и широко используется в возможности дискурса. Рассмотрю я дискурсивную силу на примере инициативы, ее не называют ни проект, ни программа, а именно инициатива «Один пояс, один путь» или сейчас вроде стали просто называть «Пояс и путь». Ключевое послание этой инициативы было сформулировано еще в 2015 году Си Цзиньпином и как раз в стиле Китая, в стиле китайского языка, восточной культуры. Оно было сформулировано так. Хором всех стран, а не соло одного Китая. Чуть позже оно было немножечко трансформировано, но все равно подчеркивается звучание, симфония равноправных стран-партнеров. Как вы видите, подчеркивается очень важное обстоятельство. Не выпячивать Китай, поэтому они, кстати, называют ее инициативой. Дальше присоединяйтесь все, кто хочет. Не выпячивать Китай, а это нечто общее для всех и полезное для всех. Поэтому ключевые тезисы вот этой инициативы следующие – мирное развитие, взаимная выгода, взаимный выигрыш, совместное развитие и просветание, взаимное понимание и доверие. Эти ключевые тезисы проводятся через белую книгу Китая, которая была посвящена проблеме инициативы. Она была, естественно, озвучиваются, эти ключевые тезисы в разных выступлениях. И таким образом мы можем говорить о путях продвижения дискурсив этих ключевых тезисов, всей инициативы и как направления реализации дискурсивной силы. Прежде всего, это, конечно, дипломатическая сфера. Все выступления Си Цзиньпина и многих чиновников очень высокого уровня, посвященные этой инициативе, продвигаются везде на разных формах международных и во всех поездках, которые осуществляются по этому пути, единому по этому направлению в разных странах. Второй путь продвижения – это государственные связи с общественностью. Существует информационный портал. Обязательно все материалы публикуются на сайтах внешнеполитических ведомств и МИДа и всех посольств. Существуют и другие мероприятия, которые осуществляют государственные связи с общественностью. Например, форум «Одного пояса и пути» – это очень важные все коммуникативные инструменты, которые используются для продвижения этих тезисов. Под контрольные государства СМИ. В Китае, конечно же, СМИ подчиняются государству, и все англоязычные источники информации стремятся продвинуть эту идею. И, наконец, конечно же, публичная информация. В нашем случае, поскольку я говорю о противодействии в медиадискурсе, то были рассмотрены и обсуждены с разными специалистами вопросы именно использования инструмента медиа. Каким образом в медиадискурсе эти тезисы, скажем так, дискредитируются? Им оказывается последовательное противодействие. Были рассмотрены средства массовой информации Германии, Великобритании и Франции. Вот это результаты в немецкой прессе. 24% публикаций, где так или иначе упоминается инициатива «Один пояс, один путь» были отрицательными. 32% сбалансированы, но позитивные только, как видите, всего 4%. Британская пресса здесь даже больше. Отрицательных уже 41,4%. Сбалансированные 31%, нейтральные 27%, положительных нет совсем. И, наконец, Франция, самая агрессивная, как ни страна, страна в отношении этого проекта, инициативы. Отрицательные 56% публикаций было посвящено. Позитивные 4%, но сбалансированные 28%, как видите, и нейтральные. Чтобы не быть голословным, я сразу же привожу вам конкретные цитаты, выдержки, текстовые отрывки, которые появились в разных газетах. Это немецкие газеты, но поскольку я не знала, кто у меня тут будет сидеть, я уже все перевела на русский, на всякий случай. В красном я выделила вот то, что мне кажется основными такими моментами в плане контрпропаганды, противодействия, в плане противодействия тем ключевым тезисам, которые я озвучила. Это немецкие газеты, очень важные, самые сдержанные, кстати, самые сдержанные. Германия все-таки более лояльно относится к этой инициативе и участвует в некоторых ее проектах, понятно, в банке, который был в свое время организован в поддержку этого проекта. Но самые, я говорю, сдержанные – это немцы. Английские газеты, британские газеты, видите, преимущество столь неравноправного партнерства для России. Ну ладно, Россию мы оставим в покое, но главное подчеркнуть, что это неравноправное партнерство. Будоражит страх по всей Европе, стратегического окружения. Китай не собирается останавливаться на, вот, рассматривает этот проект как аналог плана Маршала и прочее. То есть расширяет свою деятельность, Китай давит по всем линиям. А французские газеты – самые резкие высказывания мы встречаем здесь. Вездесущий Китай преследует стратегические цели, автократическая держава, экспансионистские цели, коррупции гегемонии распространяют и так далее. Италия, несмотря на то, что Италия подписала соглашение и вступила в это, присоединилась к этой инициативе. И вот юманитея очень тоже резко как-то рассматривает действия Италии. Сила, угрожающая суверенитету государств. Таким образом, получается следующая картина. Слева вы видите то, что продвигает Китай. Взаимная выгода и взаимный выигрыш. Мирное развитие. Взаимное понимание и доверие. А справа это то, какие тезисы продвигает уже западная пресса. Неравноправное партнерство и финансовая удавка. Экспансионистские настроения. Угроза суверенитету других стран. Коррупция и отсутствие прозрачности. О каком понимании и доверии может идти речь при таком поведении. Эти тезисы, я показала это на слайдах, достаточно активно продвигаются в Западной Европе, поскольку я взяла Британию, Францию и Германию. И очень так серьезно рассматриваются, в частности, и в Евросоюзе. Там очень скептически относятся к этой инициативе. Но вот это одно из следствий. Хотя из всех европейских стран лояльнее всего отнеслась Таля. Я уже сказала, что они присоединились к этому, к этой инициативе. Другие европейские страны очень осторожно относятся к ней. И очень большой вклад в это вносит именно западная медиа-система. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Очень информативный и интересный доклад. И у нас, по-видимому, не будет сегодня одного доклада. И мы спокойно можем себе позволить, ну, как минимум, один вопрос. Учему докладчику. Поэтому, пожалуйста, если к Людмиле Владимировне есть вопросы, я уверена, что такие должны быть. Один вопрос вполне мы можем себе позволить прямо сейчас, и остальные оставить на обсуждение последующее. У меня есть вопрос, Наталья Анатольевна. Да, пожалуйста, пожалуйста, Марина Анатольевна. Да, Людмила Владимировна, скажите, пожалуйста, а по какой методике вы проводили оценку СМИ? Как вы определяли, что это нейтральная или положительная коннотация? Есть какая-то методика? Да. Спасибо. Это методика, которая разработана в связи с общественностью. Это так называемая методика составления медиапортрета. И вот то, что я вам приводила, это отдельные, так сказать, фрагменты этой методики. Здесь определяются источники, определяются обязательно сбалансированные числа. Ну, в данном случае у меня были только печатные. А так это цифровые там источники информации, телевидение, электронные, как можно больше спектра. Я ограничилась для небольшого исследования, вот только печатные СМИ. Дальше выборка по темам. Я не показывала вам эти темы, потому что я не знала, сколько времени это займет. Поэтому там есть основные темы. Они выделяются совершенно четко, как, вы знаете, как контент-анализ по ключевым фразам таким. Выделяются эти. А что касается оценок, ну, обязательно должно быть подкрепление в виде текстового материала. Это не просто, я говорю, отрицательно-положительно. А вот как раз эта вся выборка, она и показывает наличие отрицательной оценки, прежде всего лексически, выраженные лексически прежде всего. И цитаты, которые я вам приводила, они как раз и показывают. Сбалансированное – это просто. Отмечено, что существует такая инициатива. Ни хорошо, ни плохо. Есть и все. И слава богу. А вот отрицательная или положительная – всегда высказывается какая-то оценка. То есть это работа с текстом. Это очень такая плотная работа с текстом. Да, и вы брали уже переводные тексты или вы брали оригиналы? Нет, это оригиналы. Это я говорю, я не знала, как кто может тут сидеть, поэтому это были оригинальные тексты. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Так, Елена Львовна еще предлагает пропустить следующего докладчика. Присутствует ли Иванова Светлана Викторовна? Так, судя по всему, не присутствует. Тогда приглашаю следующего докладчика, Смирнову Ульяну Викторовну, представляющую Московский городской педагогический университет. с докладом «Англо-американский политический дискурс как синтез религии, поэтики и мифологии». Так, Смирнова Ульяна Викторовна. Она здесь, она присутствует. Так, вам слово. Да, добрый день. Секундочку. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему англо-американский политический дискурс как синтез религии, поэтики и мифологии. Вообще, политический дискурс исследуется под... входит в классе дискурсов, которые объединяются общим термином социальный, персуазивный дискурс. Это определяет проблематику анализа его как поиска эффективных инструментов убеждения или манипуляции, или убеждения и манипуляции, которые включают когнитивные, лингвистические, собственно, риторические, психологические, но в том числе и, возможно, привлечь инструменты философских наук. И здесь я прежде всего говорю о инструментах новейших исследований философии, таких как симулякор, репрессивный поэтический образ, социальный миф, внедрение которых в процесс анализа политического дискурса, как мне представляется, может расширить методологию анализа и позволит проанализировать его с несколько другой точки зрения. Если мы говорим о синтезе религии и политике в англо-американском политическом дискурсе, то здесь, конечно, я Америку не открою, когда скажу о том, что его формирование вообще уже очень многие столетия проходит под знаком влияния американского евангелизма. И вот американский евангелизм, проповеди известных деятелей на этой стезе, они прочно определили контекст интерпретации как внешней, так и внутренней политики Америки как борьбы добра со злом, свободы, стирании, справедливости и сил зла. Очень многие речи политических деятелей насыщены отсылками, прецедентным текстом религиозным. И иногда мы можем даже говорить о слиянии жанров, когда политическая речь становится проповедью, а проповедь предстает политической речи. Но предметом интереса моего исследования прежде всего является дискурс обывателя. И здесь мы наблюдаем формирование религиозно-политического мифа, под которым я понимаю разновидность мифа, синтезирующая некое религиозное переживание с текущей политической повесткой дня. Именно так, по моему мнению, формируются мифы, которые стоят за лозунгами движения QAnon Trust His Plan or Trust Their Plan и репрессивный поэтический образ Джорджа Флойда, который вписывается в нарратив мученическое распятие. И если мы обратим внимание на процесс конструирования этого знака Джорджа Флойда, который взят на вооружение и очень сильно тиражируется внутри политического движения Black Lives Matter, то мы можем говорить о том, что его конструирование проходит под знаком остранения контекста распятия креста, где некие структурные элементы этого контекста, религиозного контекста становятся дискурсивными скрепами, скрепляющими оба контекста и верифицирующими новый образ, конструируемый образ Джорджа Флойда. При этом мы можем говорить о том, что вот знак Джорджа Флойда, он превращается в симулякор, так как конструируется по типу отсылка, копия, копия, копии, то есть отсылка, бесконечная отсылка к какому-то контексту, который отсылает к другому. И если мы здесь обратим внимание на те как раз дискурсивные скрепы, которые скрепляют эти два контекста, то мы видим, что в проповедях, в высказываниях на эту тему гвозди заменяются коленом полицейского, признается единой причиной смерти, как Христос, так и Джордж Флойд, они подвергались мучениям, оба испытывали жажду, оба призывали Христос к отцу, а Джордж Флойд к матери, и ключевыми становятся финальные слова, свершилось в библейском сказании, в евангельском, и здесь признается их семантическая идентичность. Вот в процессе таких операций знак становится равноценным знаком Христу. И, как мы можем убедиться на этом контексте, он приобретает возможность употребляться в контекстах равноценно. Более того, мы можем говорить о том, что формирование этого знака, оно также сопровождается привлечением в нарратив, вот мифологический нарратив, и других составляющих религиозного контекста распятия Христа, а именно чудес исцеления и прихода к вере неверующих. Так вот, квадрат улицы в Миннеаполисе, он становится местом духовного ревоебилизма Америки, нового духовного возрождения. Обратим внимание на то, что в идеологически совершенно противоположном политическом движении то же самое религиозное переживание по поводу своей веры и по поводу духовного возрождения Америки связывается совсем с другой, с другими политическими силами. Но, тем не менее, вот эта связка, этот синтез налицо, и мы здесь видим, что на лозунге то же самое духовное возрождение в совершенно тесной синтагматической связи с политическими лозунгами, политическим движением. Возникновение этого знака тоже связано с остранением контекстов религиозных текстов, текстов Библии, текстов Евангелия. И здесь вот этот знак, артикль определенный «The», он получает возможность замены на местоимение «Hist». Причем однозначно здесь вот это религиозное переживание, связанное с тем, что подчинимся его Господу плану, оно проецируется на вполне конкретную политическую деятельность, вполне конкретного политического деятеля, а именно Дональда Трампа. И здесь мы видим, что вот это переживание духовное, его как некого спасителя, оно в противоположном идеологическом движении Black Lives Matter переживается точно так же через ту же центральную фигуру Христа, но как отрицание логики этого видения. Так, в движении QAnon Трамп признается спасителем, именно, возможно, частично и его плану стоит доверять, или в отношении его плану Господа, а в дискурсе политического движения Black Lives Matter он называется антихристом. То есть, то же самое религиозное переживание, но отрицается или признается в разных политических движениях. Интересно, что та же самая логика отрицания некого видения оппонента и политическая дискуссия как отрицание возможности так воззреть на вещи, она прослеживается и в постах, которые опубликованы после смерти Эшли Бабет, погибшей во время захвата Капитолия в январе 2021 года. И здесь, хотя мы не видим имени Джорджа Флойда, однако весь пафос этого сообщения, которых очень много, и которые очень схожи по смысловому наполнению, именно сконцентрировано на том, что происходит некое разоблачение и обнаружение истинной природы вещей, когда некий мифологический образ развинчивается и некий мифологический герой называется совершенно другой номинацией, ему придается другая номинация, в данном случае эстаг, бандит-преступник. И здесь мы видим, что точка зрения, как единство перцептивного, идеологического и психологического планов, она определяет нарратив, и политическая дискуссия принимает форму битвы именно нарративов и образов, каждый из которых стремится признать за собою истину. Подводя краткие выводы своему исследованию, можно сказать, что религия и политика очень тесно связаны, неразрывно связаны в англо-американском политическом дискурсе, и здесь на уровне обывателя мы видим формирование социально-религиозного мифа, ресурсом которого становится некое религиозное переживание, связанное с некой политической повесткой дня. Причем религиозное переживание, оно становится источником и возникновением многих репрессивных поэтических образов, которые возникают по законам поэтики, но созданы не по законам творчества, а по законам копирования и репродуцирования неких смыслов. И мы говорим о том, что политическая дискуссия ведется как борьба именно образов и нарративов. Каждый за собой признает право за истинность. И здесь мы считаем возможным говорить о симулякрах в том смысле, что как раз этот термин позволяет вскрыть проблему, как-то не то что вскрыть, а раскрыть или посмотреть на проблемы подлинных и спекулятивных смыслов в политическом дискурсе, подлинных и псевдо-смыслов такого рода коммуникаций. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Ульяна Викторовна. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Можно вопрос? Да, да, пожалуйста. Я, возможно, прослушала. Вы упомянули, что это бытовой там что-то дискурс, что-то такое. Откуда вы материал брали? Да, спасибо большое за вопрос. Это не бытовой дискурс. Да, мы не можем назвать его институциональным. Дискурс обывателя, по-моему, вы сказали. Дискурс обывателя, я говорила. Да, да, у меня тоже вопрос, поэтому... Где он, этот обыватель у вас, функционирует-то? Этот обыватель функционирует в блогах, прежде всего. Прежде всего в блогах. Причем часть блогов, из которых мы брали материал, они были запрещены в Америке. Но эти все посты потом дублировались в других блогах, которые открывают они вот эти движения политические, доступ к медиадискурсу в общем и был закрыт. Да, есть определенный набор блогов, которыми пользовались вот эти политические движения, каждый из которых. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Еще будут вопросы, коллеги? Спасибо большое. Полина Андреевна, скажите, пожалуйста, у нас все в порядке с презентацией? Мы сможем показать? Да, конечно. Единственная просьба будет, говорите мне, когда переключать на следующий слайд. Хорошо. Так. И предоставляю слово Гладковой Елене Львовне, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. И рассматривается по двум основным направлениям или трекам. Это отношения Иран-Страны Западной Европы и Иран-США. Можно следующий слайд? Основные проблемы, собственно говоря, которые существуют сейчас в отношениях Ирана с западными странами, это в первую очередь совместный всеобъемлющий план действия СВПД, ядерная сделка, как у нас в нашем политическом обиходе принято nuclear deal. Это явное совершенно прямое заимствование из английского языка. Термин этот, надо сказать, в персидском политическом дискурсе никогда не употребляется. Сделка сама по себе, потому что сделка в персидском языке буквальный перевод – это чисто торговая сделка. Вместо него употребляется термин barjam, это, собственно говоря, аббревиатура от, собственно, названия совместного всеобъемлющего плана действий на персидском языке. Что касается других вопросов, это политические ракеты, это FATF – группа разработки финансовых мер по отмыванию денег, которые включаются ран то в черный список, то в серый, и право человека. В зависимости от того, на какой план выходит та или иная проблема, соответственно, все остальные отходят на второй план. Сейчас, конечно, самое главное – это вопрос об урегулировании как раз очередной иранской ядерной программы, то есть совместного всеобъемлющего плана действий, из которого, как известно, США вышли в 2018 году. И сейчас с приходом Джо Байдена снова встает вопрос о том, чтобы как-то к этой сделке вернуться. В этой связи, собственно, под странами Западной Европы, вот в данном конкретном случае, подразумеваются страны-участницы так называемой «шестерки». В персидском языке, опять же, термин – это раньше была группа 5 плюс 1, теперь после выхода США стала группа 4 плюс 1, то есть это евро-тройка – Великобритания, Германия и Франция. Можно следующий слайд? Здесь, надо сказать, динамика, в общем-то, достаточно интересная, потому что если рассматривать период 2015-го по 2017 год, то есть конкретно, когда был заключен СВПД и до момента прихода к власти Дональда Трампа, то здесь наметилась очень позитивная динамика. Основные дескрипторы – это позитивная основа, разрядка напряженности. Разрядка напряженности, кстати сказать, это термин, который в персидском политическом дискурсе используется очень активно, хотя, в принципе, он уже перешел в разряд исторических. Это разрядка напряженности, это часть, так сказать, политической платформы. Улучшение отношений, устранение препятствий на пути сотрудничества, заинтересованность. Где-то особенно в 2016 году иранская пресса убивалась просто буквально тем, что западные компании выстраиваются в очередь для того, чтобы развивать сотрудничество с Ираном. Можно следующий? К сожалению, был, конечно, негативный аспект, то есть это, здесь, собственно говоря, все видно на экране, это, в принципе, во-первых, длительный процесс, во-вторых, проблемы при Лежневосточном регионе и тех же прав человека, отсутствие единой позиции, ну и расхождение моральных и духовных. Ценностях это, в частности, естественно, в Иране очень жестко восприняло, было воспринято, например, вопрос о заключении однополых браков, так что негативный аспект присутствовал, но все-таки его затмевали, вот те позитивные изменения, которые произошли на тот момент в отношениях между Ираном и европейскими странами. Можно следующий? Однако, после выхода, особенно после выхода, в принципе, уже в 2017 году этот процесс, в общем-то, начался, а после выхода в одностороннем порядке Дональда Трампа, в общем-то, по сути дела, США из СВПД, западные компании, естественно, заняли очень осторожную позицию по отношению к Ирану, хотя и в течение длительного времени заверяли в своей приверженности, да и сейчас, собственно говоря, заверяют в своей приверженности к СВПД, тем не менее, возлагались какие-то надежды на некий механизм под названием Инстекс, призванный, обойти в обход санкций наладить финансовые операции сотрудничества. К сожалению, этот канал так и не заработал, что привело, конечно, к колоссальному разочарованию и сейчас, собственно говоря, и не только в СМИ, но и в официальных выступлениях иранского руководства основное это, собственно говоря, неспособность принятия самостоятельных решений, беспомощность, неспособность выполнять свои обязательства, зависимость, и даже, кстати, вот сейчас после переговоров, очередного раунда переговоров в Вене, министр странных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, который, в общем-то, славится просто своей дипломатичностью и корректностью, в общем, достаточно не выказал особого оптимизма по поводу того, насколько способны европейские компании, европейские страны, евро-тройка, каким-то образом повлиять на ситуацию. Таким образом, в общем, можно наблюдать достаточно резкую и отрицательную динамику в развитии отношений Ирана с западной, с евро-тройкой, на всяком случае, вот начиная с 2018 года. Можно свытащить? Что касается отношений Иран-США, ну, здесь, во-первых, основные дескрипторы просто поражают своей идентичностью, можно сказать. То есть, это в первую очередь враг, enemy, фау по-английски, по-персидски дешмен. Абсолютное недоверие, абсолютный страст, точно такой же 100% термин в персидском языке. Диктаторский режим, Islamic dictatorship, это режим-угнетатель. Поддержка терроризма, понятно, Иран обвиняют в поддержке хамасской булы и так далее. Иран, в свою очередь, обвиняет в поддержке в том числе, например, Саудовской Аравии, которая поддерживает Аль-Кайду и так далее. Ось зла, большой дьявол. Ну, кстати сказать, иранцы уже свою ось зла тоже придумали, уже, особенно в период пребывания у власти, Дональда Трампа. Можно следующий? Надо сказать, что к вышеупомянутым, так сказать, общим характеристикам начиная с 2018 года добавились следующие. Во-первых, неисполнение обязательств. Это, что касается недоверия к США, то это, в общем, оно как бы красной нитью проходит через всю внешнеполитическую линию иранского руководства. Естественно, неисполнение обязательств, в первую очередь, по отношению к СВПД в плане того, что США покинули международное соглашение, которое, собственно говоря, еще требовали, кроме того, его отмены, чего они, в принципе, на что не имели право, поскольку соглашение подписано было не в двустороннем порядке, а в многостороннем. Далее добавился, поскольку Трамп вернул жесткие санкции в персидском дискурсе, это даже не жесткие, а жестокие, то, разумеется, это оказало негативное, самое негативное воздействие на состояние экономики, без того, в общем, достаточно сложное в Иране, и добавился термин экономический терроризм. Диктатура и бандитизм, это уже, в общем, то, что последовало в дальнейшем по мере ужесточения санкций. Ну и, наконец, в разгар пандемии преступление против человечности. Дело в том, что под санкции попали медикаменты и медицинское оборудование, что, естественно, в разгар пандемии, в общем, достаточно негативно сказывалось на возможностях Ирана, скажем, к получению доступа к определенным медикаментам, и, собственно, говоря, здесь, конечно, было понятно, что в результате санкций страдает иранский народ, который, собственно говоря, тот же Трамп желал освободить от диктаторского режима. режима. Елена Львовна, у вас осталось две минуты. Да, я уже сейчас закончу. Поскольку у нас, видимо, двух докладов не будет, можем чуть-чуть подлинить время. не могу. нет, нет, я уже практически заканчиваю. Что появилось нового вот в дескрипторах, появилось то, что раньше, в общем-то, не просматривала дискуссия Иран-США, это, собственно, то, что сами США, в общем-то, не совсем независимы в принятии своих решений, они опираются на интересы своих ближневосточных партнеров, это в персидском политическом обиходе Би-Би. Би, Беньямин, Нитаньяху, Би, Дэн Салман, король Саудовской Аравии. То есть, вот это, это стало прямо посвенно, но тем не менее, это просматривается достаточно, в общем, последовательно. Так, можно следующий слайд? После начала переговоров в Вене, а в апреле все-таки начались переговоры по СВПД, непрямые переговоры, то есть, о прямых переговорах речи, естественно, идти не может. Соответственно, здесь появились некие, скажем так, обнадеживающие нотки, вы их видите на экране, то есть, план максимального давления на Иран провалился, путь к возрождению СВПД, шаг вперед, трудный, но обнадеживающий, смягчение позиций, кстати сказать, когда был подписан СВПД, то было в обиходе термин героическое смягчение, героическое смягчение внешнеполитической линии Ирана, который, значит, пошел на то, чтобы на переговоры с своим, скажем так, злейшим врагом. И следующий слайд. Дело в том, что все, в принципе, все эти обнадеживающие ноты, они перечеркиваются практически полностью позицией официальной, а это позиция, в первую очередь, естественно, верховного лидера. Верховный лидер по поводу переговоров высказывается очень жестко, то есть, цель переговоров США, это, собственно говоря, навязывание Ирана своей позиции, которую Иран не приемлет, и, соответственно, эти переговоры могут вестись только по иранской ядерной программе и никаким по каким другим проблемам, никаких переговоров речи быть не может. Поэтому здесь, в общем-то, трудно делать какие-то прогнозы, во всяком случае, в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, никаких сдвигов в отношениях США и Ирана, в общем-то, быть не может, это признают, собственно говоря, и американские лидеры, и иранские аналитики, и, естественно, об этом прямо заявляет руководство. Поскольку здесь, опять же, до тех пор, пока существует этот режим, тут тоже очень синхронно высказываются лидеры и США, и Ирана, ни о каких контактах, ни о каких переговорах быть не может речи. Так, можно последний слайд? Ну и, собственно говоря, вот выводы напрашиваются сами собой очень простые. После эйфории 2015-2017 года наблюдается отрицательная динамика в развитии отношений Ирана-США со странами Западной Европы, ну а в отношениях Ирана-США принципиальных сбегов не произошло, хотя наметилось, по крайней мере, смягчение позиций в вопросе возрождения СВПД. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Львовна. Пожалуйста, вопросы к докладчику. У меня вопрос, можно? Да, пожалуйста. Вы сказали, что Иран скептически относится к английскому термину deal, и, насколько я понимаю, барджам, да? Я про барджам. Это аббревиатура, ну или акроним, скорее, точнее говоря, это складывается из начальных букв в какое-то персидское слово, барджам. И вот я хотел об этой связи спросить, это случайное, очень близкое совпадение с английским bargain? Может быть, это какое-то эхо, если не deal, то bargain? Тут, в общем, стопроцентно. абсолютно ничего нет. Абсолютно нет. Дело в том, что это, собственно, никакого самостоятельного значения не имеет. Это просто редкий случай, кстати сказать, потому что именно аббревиации практически по инициальным буквам. Бар – это префикс от Барнаме программы, а остальное Джи, А, М – это как раз Барнаме, Джаме, Эхдаме, Муштарек, то есть просто конкретно по аббревиатурам. Интересное совпадение. Почему редкий случай? Потому что из-за консонантного письма аббревиатуры по инициальным буквам крайне редко бывают удобопроизносимыми. Поэтому здесь как раз тот самый случай, когда совпал, действительно хорошо легло чисто фонетически и очень пережилось. То есть практически очень редко иногда, знаете, в скобочках дают расшифровочку, а так и производные от него уже большие количества дарьем. Но согласитесь, что для англоязычного сознания сразу же барган возникает. Вот у меня тут же как-то укололо это. Барган замечательно звучит. Да, ну вот, к сожалению, тут как раз речь-то идет о том, что торговаться с американцами опять же Иран не намерен, это тоже жесткая позиция. Понятно. И еще один маленький вопрос. Вот вы говорили, что сейчас политика изменилась, там был оптимизм, но все-таки в Иране какие-то наследники бывшего президента Мохаммеда Хатами еще сохланились, который говорил о том, что диалог между цивилизациями должен быть и должен продолжаться. Вот эта тема звучит вообще в Иране или нет? я не затронула, но дело в том, что президент Рухани он же тоже собственно говоря это коалиция реформаторов и умеренных, он придерживается той же самой позиции, он прогласил собственно говоря программу конструктивное взаимодействие с миром, так что диалог это конечно это остается, это важнейший принцип внешней политики, просто реально вот сейчас по состоянию на сейчас особенно по сравнению с той динамикой которая была в 15-16 году вот наметились такие негативные движения, которые принципиально они в общем-то не влияют никак на позицию то есть Ирана тем не менее на взаимодействие Иран настроен но разочарован и обижен что отражается собственно говоря в текстах политических воспользований спасибо большое скажите пожалуйста Иванова Светлана Викторовна не присоединилась к нам нет так и я не вижу Юсуповой Александры Юрьевны и Каваковой я здесь добрый день вы здесь это очень прекрасно а то я уже расстроилась что наши ряды редеют итак позвольте передать в нашем первом блоке слово следующему докладчику Юсуповой Александре Юрьевне которая представляет совместный доклад с Колпаковой Светланой Георгиевной Казанский федеральный университет с нами на связи и тема доклада приема пропаганды в культурно-политическом дискурсе нацистской Германии пожалуйста Александра Юрьевна секундочку так мою презентацию видно? да да отлично добрый день уважаемые коллеги разрешите представить вам нашу тему приема пропаганды в культурно-политическом дискурсе нацистской Германии согласно определению культурная политика как целенаправленная деятельность государства в целом в области культуры подразумевает наличие трех основных аспектов концептуального определяющего ценностные установки общества организационного и экономического гарантирующих реализацию поставленных задач ценностные установки нацистской власти были отражены в так называемой расовой теории которая позиционировалась в качестве стержневой идеи культурной политики и конечно же на себя обращает внимание особенный понятильный аппарат этой теории опирающийся на такие смысловые единицы как раса кровь народ наследственность земля относящиеся скорее к естественно научной области чем культурной что касается организационного и экономического аспектов здесь тоже все не совсем понятно существовали конкурирующие между собой органы государственной культуры но тем не менее они естественно боролись за государственное финансирование за политическое влияние но тем не менее все-таки лидирующую роль в итоге стала исполнять министерство пропаганды под руководством небезызвестного Юзефа Геббельса под видом культурных мероприятий проходили пропагандистские акции ориентированные на достижение политических целей в первую очередь утверждение нацистской власти но и не в последнюю очередь на достижение целей личных как известно ключевым приемом нацистской пропаганды в целом являлся широко известный прием по созданию образа врага в культурном дискурсе это был собирательный образ где выделяют в основном три угрозы немецкой культуре а именно это были коммунисты евреи и модернисты и зачастую эти три образа в нацистском культурном дискурсе переплетались так антикоммунистическая риторика после стратегического противостояния 20-х годов перешла позднее в плоскость антибольшевизма основывающимся на идее о мировом заговоре еврейского финансового капитала и еврейском изобретении международного коммунизма что касается антимодернизма то с одной стороны все современное искусство отрактовалось опять же как еврейский обман и заговор а с другой стороны порни нацистского антимодернизма уходит в расовую теорию согласно которой культура определяется кровью поэтому ее следует хранить в чистоте отделяя от чуждого в начале второго десятилетия 20 века в культурном дискуссии германии в отношении модернистского искусства начинает употребляться понятие эндатум что означает вырождение дегенерация заимствованная из медицины в мае 33 года на волне этого нового движения по указанию Геббельса на площади перед берлинской оперой студенты устроили акцию сожжения так называемой позорной литературы но совершенно в духе средневековья в том же 33 году в разных городах стали открываться так называемые камеры ужаса или выставки позора где искусство модернизма подавалось в искаженном свете ну и сами за себя говорят названия этих выставок здесь дали в переводе культурно-большевистские картины искусство правящей верхушки 1833 годов искусство рождено не нашей душой искусство на службе предложения ну и наконец дегенеративное искусство видно уже что по самим названием как здесь какая скрыта здесь экспрессивная коннотация которая приземна дискредитировать власти Веймарской республики кратикуя ее культурную политику кульминацией этого масштабного пропагандистского наступления стала культурная акция 1937 года когда в Мюнхене были организованы две параллельные выставки-антитезы выставка дегенеративное искусство она была открыта в здании Мюнхенского института археологии Хофгарт не представляла художественные произведения ну все того же самого так называемого выродившегося искусства где были представлены работы начиная от импрессионистов заканчивая сюрреализмом все так называемые упаднические течения противопоставлялись созидательному творчеству арийцев которым была посвящена вторая большая выставка немецкого искусства открытая днем ранее лично Гитлером в специально построенном здании доме немецкого искусства идея противопоставления двух выставок приписывалась Геббельсом лично Гитлеру однако детали проведения акции тщательно спланированные приемы пропаганды свидетельствуют скорее о профессиональном подходе к использованию коммуникации в манипулятивных целях на еду с многократно описанными вербальными приемами нацистской пропаганды нам хотелось бы подробнее остановиться на приемах невербальных которые также бросаются глаза так вот первый очень часто используемый невербальный прием это противопоставление здесь отметим смысловой контраст на фоне временного и локального параллелизма имеется в виду содержательное и идейное противопоставление полярных выставок которые проходили одновременно в одном и том же городе в одно и то же время ну и конечно же контраст формы или внешних условий архитектурное противопоставление старого здания хоффкартена с узкими темными неприспособленными под галерею помещениями противопоставлялись новому торжественному залитому солнечным светом дому немецкого искусства апелляция к авторитетам как один еще еще один невербальный прием этой работы подразумевал участие личное участие Гитлера в открытии большой выставки немецкого искусства однозначно расставляя приоритеты и указывая населению путь к правильному выбору еще один интересный прием это образ создания образа героического прошлого и настоящего своего рода идейная поддержка большой выставки немецкого искусства заключалась в том что к ней было приурочено торжественное красочное историческое шествие полной символики и гордости за Германию отдельно отметим также использование в пропагандистских целях форм коммуникационного дизайна или так называемой изобразительной риторики сюда мы отнесли типографические и инфографические приемы среди типографических приемов можно назвать небрежный шрифт хаотичность букв как намек на безграмотность и неаккуратность модернистов а инфографика выражается в частности очень интересном приеме специфической систематизации художественных произведений по статьям обвинения как своего рода аллюзии на судебный процесс ну и естественно сюда же мы относим небрежное развешивание по стенам перекошенность картин их наложение друг на друга расположение на полу сопровождение художественных полотен комментирующими плакатами а также информационным листком вот вы видите здесь наклеено очень неаккуратно прямо на художественные полотна где содержится информация о стоимости приобретения данной работы музея ну и конечно же особое место в анализируемом дискурсе занимают речи произнесенные на открытии художественных выставок а собственно вербальный прием пропаганды и их эмоционально-тенитивная направленность большую выставку немецкого искусства открывал лично Гитлер в 1937 году и в своей весьма пространной речи он использовал типичные пропагандистские приемы как например самый первый самый важный это прием нагнетания тревожной атмосферы за счет обвинения оппонентов разрушения страны экономики нации ее культуры он панику в слушателях и естественно все это осуществлялось за счет подбора устрашающей лексики ее многократный ее многократного повтора так в речи постоянно повторяются слова крушения распад разрушения катастрофа разложения и другие другой излюбленный им прием это прием создания образа врага о котором уже шла речь выше здесь опять же собственно называется враг служителей пугают злят словами о том что внешние и внутренние противники пытаются подавить расплющить разорить германию ну и естественно очень подробно дефинируется этот сам враг здесь идет непосредственно отсылка собственно уже к власти веймарской республики ну и коммунистам конечно за которыми обязательно маячить евреи еще один прием опять же очень пространно представленный в речи гитлера это вульгаризм и убранные слова это пожалуй наиболее обширный прием который использовался в данной речи поток оскорбления льется в адрес художников модернистов их сторонников в адрес художественных произведений модернистов здесь я на слайде представила лишь некоторые примеры их на самом деле огромное множество в этой речи и честно сказать не очень хочется озвучивать вы их видите сами на экране если посмотреть в целом на эту речь то можно отметить что спектр пропагандистских приемов в речи гитлера конкретно этой намного беднее по сравнению с другой аналогичной речью которая была произнесена Геббельсом на открытии очередной аналогичной выставки которая стала к тому моменту уже ежегодной четырьмя годами позже так вот если речь гитлера включала в себя более 7000 слов то министр пропаганды уложился в 2500 но при этом последний использовал заметно большее число общих пропагандистских приемов каждый из которых в свою очередь раскладывается еще на отдельное средство манипуляции опять же здесь в правом столбце вы видите целый набор этих приемов и средств которые были проанализированы нами ранее и здесь я их зачитывать наверное не буду ну и подходя к заключению своей речи хочется еще раз подчеркнуть основные выводы культурная политика нацистской Германии была лишена концептуальной базы вследствие ее построения на псевдоучение расовой теории и фактически подменялась пропагандой фашистского режима и его идеологии изобразительное искусство как сфера нерационального эмоционального восприятия рассматривалось как наиболее простой и быстрый способ внушения населения нужных идей с одновременной дискредитацией чуждых установок и именно здесь были разработаны и реализованы вербальные и невербальные технологии манипуляции общественным мнением путем воздействия на эмоциональную и когнитивную сферу человеческого сознания и в их число наряду собственными языковыми средствами вошли средства визуальной коммуникации в том числе средства типа и инфографики спасибо большое за внимание спасибо большое Александра Юрьевна и Светлана Георгиевна пожалуйста вопросы к докладчику Александра Юрьевна могли бы убрать демонстрацию спасибо спасибо большое очень интересный доклад у меня два вопроса первый вопрос просто ваше мнение как вы считаете зачем они показывали то искусство которое они ругали и было им чуждо вот какая психология за этим кроется ведь все равно показывая ты его в какой-то мере пропагандируешь потому что как на картинках можно было видеть там было достаточно большое количество людей в этих залах то есть в чем здесь логика действия ну я понимаю может быть противопоставление но вот ваше отношение к этому то есть для меня вот это было очень странно то что им неприемлемо и они ругали они показывали вот первый вопрос такой вот ваше мнение мне хотелось услышать ну во-первых как вы правильно подчеркнули это конечно же в первую очередь противопоставление а во-вторых зная что данное направление искусства данное направление искусства пользуется достаточно высокой степенью популярности я считаю что им было необходимо создать некую систему замещения им нужно было показать дискредитировать то что ценится и заместить поставить на это место одновременно то что по их мнению должно было вызывать у людей правильные чувства скажем так и правильные привязанности и потом это 37-й год не надо забывать а 37-й год в Германии это не совсем то что у нас 37-й год но очень много параллелей прослеживается кстати говоря особенно в том что касается искусства изобразительного искусства и работы с ним нет мне просто приходит на ум сразу эта работа Ларкова когда он говорил то есть не повторяет то что чуждо идеологически тебе противнику а тут получается они делали вот это самое то есть они это устраивали даже этому выставку понятно что они дискредитируют это была выставка перевернутая с ног на голову созданием новых ассоциативных психологических эмоциональных связей то есть им нужно было увязать те картины которые были те работы те подходы которые использовались художниками модернистами с негативными ассоциациями они в этом наверное отчасти преуспели но с другой стороны несмотря на то что они разработали колоссальный аппарат манипулятивных вот этих пропагандистских приемов и в самом деле можно целый учебник поэтому писать по этим приемам тем не менее здесь они все-таки просчитались и вот анализируя те работы которые мы брали в нашем исследовании я могу сказать что в общем-то они не смогли достичь своей цели то есть каким бы там мозгом не обладал главный идеолог нацистов тем не менее вот этот момент он все-таки просчитался спасибо большое Александра Юрьевна я вынуждена нам подолгу да спасибо большое на меня обязанности немножко держать нас в рамках регламента но опять же призываю если есть какие-то вопросы их можно помечать и я надеюсь что мы сможем их еще задать друг другу таким образом мы закончили с вами первый блок работы нашей секции посвященный как выясняется информационному противостоянию разной степени интенсивности которая в разные временные срезы осуществлялась при помощи как мы видим целого ряда различных семиотических систем и двигаемся ко второму блоку наших докладов совершенно очевидно говоря что о политическом медиадискурсе нельзя ставить стороне такой важный влияющий на них фактор как новые технологические возможности которые с одной стороны расширяют функциональный потенциал политического медиадискурса а с другой стороны конечно же с определенной неизбежностью влияют и на его системообразующие характеристики приводя к возникновению новых видов подвидов гибридных жанров политического медиадискурса и в рамках нашей второй части заседания я хотела бы передать слово Колесниковой Наталье Львовне представляющей Московский государственный университет имени Ломоносова и доклад который нам сейчас будет представлен называется средство формирования модальности интерактивного новостного медиатекста пожалуйста Наталья Львовна Добрый день еще раз коллеги мой доклад посвящен новым видам медиатекстов в частности я буду говорить о новостном медиатексте интерактивном новостном тексте информационные технологии обусловливают специфику медиасреды в сети интернет и принципы организации мглазных сообщений интерактивность становится одной из характеристик медиатекстов что существенно трансформирует выполнение коммуникативной функции традиционного медиатекста благодаря технологическим возможностям информационно-коммуникационной системы двустороннее общение между создателями онлайн медиатекстов и пользователями разворачивается в одной и той же среде и не имеет отложенного эффекта характерного для традиционных СМИ и интерактивность делает коммуникацию в интернете персонально ориентированной многомгновенной гибкой и взаимосвязанной в этом смысле интерактивность конкретного новостного медиатекста представляет собой диалогичность в двух планах коммуникация пользователей с новостным текстом и коммуникация между пользователями исследователи жанра интерактивной новостной статьи отмечают что ее можно рассматривать в двух проекциях как конструкцию двухкомпонентную в которой соединяются традиционные жанры газетной статьи которые относятся к публицистическому дискурсу и читательские комментарии относящиеся к области интерактивного дискурса при этом лексические и структурно-композиционные компоненты текстов исходной статьи и комментариев к ней существенно расходятся так традиционная новостная статья создается в соответствии с правилами подачи материалов в СМИ содержит нейтральную лексику пишется со стремлением к объективности или по крайней мере не содержит прямых суждений комментарии же напротив характеризуются экспрессивностью субъективностью лаконичностью отсутствием продуманной риторической структуры в комментариях читатель интерпретирует предметно-логическую информацию исходной статьи что ведет к появлению новой содержательно-фактуальной или подтекстовой информации и созданию дополнительных смыслов а это в свою очередь ведет к преобразованию медиатекста в новый текст модальность которого не идентична исходной другими словами подвергается трансформация текстовая тональность побудительность текстовая экспрессивность которая отражает эмоционально-волевую установку автора текста при общении с читателем интерпретация первичной информации в комментарии может происходить разными способами амплификация или напротив компрессия и обобщение или напротив конкретизация в нашем исследовании мы постарались на основе анализа комментариев читателей выявить факторы которые ведут к трансформации таких параметров исходного онлайн сообщения как содержание модальность коммуникативная интенция а также проследить формирование модальности интерактивного новостного сообщения одним из примеров создания интерактивного новостного медиатекста в котором интегрируется исходная статья и информация читательских комментариев стала публикация информационного канала гевроньюз на тему террористических актов по Франции и комментарии к ней читателей заголовок статьи по всей Франции прошли демонстрации в память об обезглавленном учителе а то что эта публикация вызвала большой резонанс в обществе говорит количество комментариев которые появились на странице сайта за 4 дня их было 338 информационным поводом для статьи стало трагическое событие убийство учителя сумели пати обезглавлено этническим чеченцем после того как пати на уроке показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда лейтмотив статьи совершено убийство это исламистский террористический акт по религиозным мотивам о демонстрации это не только память об учителе но поддержка светского демократического строя республики свободы слова и вероисповедания противостояния религиозной нетерпимости исламизму радикализму экстремизму и террористическим атакам в данном случае нельзя сказать что новостная статья лишь констатирует факты и носит нейтральный бесстрастный характер в тексте достаточно лексики аксиологической оценочной и негативной семантики которые квалифицируют трагическое событие и реакцию на него примеры такой лексики вы видите на слайде существенно что в комментариях к исходной статье нет оценочных суждений и мнений по поводу самой статьи или представленной вне точки зрения затронутой в ней темы становятся поводом для выражения собственной точки зрения своей оценки суждений или критики в большинстве случаев процесс комментирования не просто отдельные разводные посты это диалог или полилог между читателями они выражают свое мнение сходные позиции или наоборот вступают в констратацию в скобках надо заметить что последнее в нашем анализе встречалось крайне редко в приведенной таблице которую вы видите на слайде показано какие обсуждались темы как разделились мнения и какие оценки были даны комментарии даны по мере убывания важности темы для комментаторов частотности ее обсуждения и выраженных оценок как показал анализ комментарии читателей выходят за рамки новостной статьи переключаясь на более широкие обсуждения тем семантические или ассоциативно связанных с исходной статьей мнения и оценки в комментариях не могут не влиять на модальность коммуникативную интенцию всей интерактивной статьи вот несколько примеров полиологического общения в котором соединяются две самые обсуждаемые темы неприятие иммигрантов ксенофобия нетерпимость чужой культуре и религиозным ценностям среди стилистических характеристик комментариев можно выделить субъективность оценочность и нестандартизованность речи в подавляющем большинстве комментариев отмечается отрицательный вектор оценок посредством оценочных экспрессивных слов слов с негативными коннотациями слов и фраз с негативной семантикой экспрессивных синтаксических конструкций приведенные на слайде примеры комментариев демонстрируют нестандартизованность речи которая проявляется в нарушении лексических грамматических и стилистических норм это можно объяснить следующими причинами во-первых интернет сообщение представляет собой песненную фиксацию устной речи а это сказывается на специфике отношения к орфографии к синтаксису и пунтуации довольно часто встречаются грамматические нарушения грамматических правил и грамматические ошибки и орфографические ошибки в следующих постах комментарии комментарии крайне экспрессивны они содержат оценочную лексику позволяющую четко понять отношение автора комментариев к создаем теме на слайде жирным шрифтом выделены эти слова однако нельзя не отметить что в некоторых комментариях встречаются попытки выразить сбалансированную умеренную точку зрения но она не встречает поддержки большинства в тональности вот этих двух постов представленных на слайде нет агрессии в первом из них автор сборькой иронии говорит о небезупречной репутации миссионерства Европы в кавычках и в ответной реплике эксплицитное подтверждение этой отрицательной репутации обращает на себя внимание активная поддержка антииммигрантских антиисламистских постов и практически полное игнорирование последних двух постов двух точек зрения которые выражены в постах на слайде что касается коммуникативной интенсии авторов комментариев то в отличие от автора исходной статьи она заключается в том чтобы принять участие в диалоге с другими комментаторами высказать свое мнение убедить свои точки зрения в ходе такого горизонтального общения идет двусторонний или многосторонний обмен информацией и его участники становятся свидетелями того какую реакцию вызывает материал у остальной аудитории проведенные описательные компаративные семиотические и контент анализы позволяют сделать следующие выводы комментарии читателей дополняют информацию исходной статьи расширяя ее содержание через обсуждение семантически связанных тем кроме того коммуникативные интенции авторов комментариев трансформируют интенцию исходного сообщения с информативной на воздействующую комбинация стилистических характеристик письменной и не стандартизированной устной речи в комментариях трансформирует стилистику исходного новостного медиатекста создавая новое интерактивное новостное сообщение а субъективность оценок и крайне негативная тональность комментариев трансформирует сбалансированную тональность исходной статьи формируя субъективную негативную оценочную модальность всего интерактивного новостного сообщения спасибо за внимание спасибо большое Наталья Львовна пожалуйста один-два вопроса докладчику вполне можем себе позволить Наталья Львовна не могли бы вы снять да-да-да убираю убираю экраны отменить коллеги нет вопросов можно я тогда Наталья Львовна маленький вопрос задам а какие все-таки можно выделить жанрообразующие характеристики да колюш да здесь речь идет о жанре вот это совмещение во-первых лингвистические да здесь вот это совмещение устной речи письменной речи нейтральная лексика и экспрессивная и стилистически окрашенная лексика и стилистические приемы которые выступают в действии они преобразуют как я уже говорила вот эту нейтральную сбалансированную тональность и меняют модальность исходной статьи и создают вот этот новый гибридный жанр интерактивной новостной статьи интерактивного медиатекста спасибо большое спасибо большое Наталья Львовна если вопросов больше нет к Наталье Львовне то передаю слово нашему следующему докладчику Канашиной Светлане Валерьевне представляющей университет МГИМО и тема следующего доклада англоязычный интернет-мем как средство политической сатиры в сетевом дискурсе спасибо здравствуйте а скажите пожалуйста вы видите презентацию да мы видим презентацию немножко тихого тихий звук у вас если можно чуть-чуть добавить секундочку хорошо а вот сейчас лучше слышно да чуть-чуть лучше пожалуйста тема моего доклада англоязычный интернет-мем как средство политической сатиры в сетевом дискурсе необходимо отметить что современный сетевой дискурс отличается ярко выраженной сатиричностью при этом комическому осмыслению зачастую подвергаются различные аспекты политической жизни и на фоне множества средств политической сатиры своей оригинальностью выделяются интернет-мемы представляющие собой полимодальные вирусные знаки интернет-коммуникации актуальность данной работы обусловлена необходимостью проанализировать сатирический потенциал мемов в контексте политической коммуникации и новизна исследования заключается в том что впервые детальному изучению подвергнулся сатирический аспект функционирования интернет-мем в сетевом дискурсе анализ проводился на обширном эмпирическом материале 200 англоязычных интернет-мемов сатирической коннотацией были отобраны из многочисленных интернет-ресурсов и применялась комплексная методология в ходе исследования на первом этапе изучались особенности реализации политической сатиры в отобранном материале а на следующей стадии были выделены и описаны особенности функционирования интернет-мемы как элементы политической сатиры были использованы такие методы как мультимодерный дискурс-анализ стилистический и линго-культурный анализ исследование показало что интернет-мемы функционируют в качестве мощного экспрессивного инструмента политической сатиры что мотивировано такими характеристиками мема как юмористическая направленность жанровая уникальность а также массовая вирусная репликация стоит отметить что объектами политической сатиры в мемах становятся как политические персоналии так и различные грани политической жизни важным аспектом политической сатиры в мемах является актуальность и злободневность затрагиваемых проблем а также критическое отношение авторов к темам которые поднимаются в пространстве интернет-мема рассмотрим некоторые примеры вы видите интернет-мем в котором сопроводительная надпись переводится так если бы Трамп провел один день в тюрьме за каждую свою ложь он бы отпевал пожизненный срок и сатирическое начало мема реализуется в оригинальной яркой репрезентации бывшего президента США Доната Трампа в качестве заключенного автор мема прибегнул к метафорическому образу с целью наделить персонажа отрицательной и дискредитирующей характеристикой и сатиричность мема проявляется благодаря таким средствам как комизм эффекта обманутого ожидания и гиперболизация следующий пример в данном случае сопроводительная надпись переводится так приготовьтесь сейчас он сделает что-то глупое объектом сатирического осмысления становится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон который изображен в контексте американского мультипликационного сериала Симпсоны ставшего символом примитивизма и низкопробного юмора Борис Джонсон наделен дерогативной характеристикой и репрезентирован как глупый смешной человек автор мема создает глубоко сатирический образ политика с помощью прецедентности и стилистической контаминации политического и мультипликационного дискурсов Следующий пример В данном случае сатира выражена в форме карикатуры что подтверждает тезис о жанровой родственности интернет-мема и карикатуры Сопроводительная надпись переводится так Ты уволен Карикатурный образ включает в себя легко узнаваемые прецедентные феномены статуи свободы и бывшего президента США Дональда Трампа Импликация автора о несостоятельности и профнепригодности Дональда Трампа в качестве президента передается также с помощью символизма поскольку статуя свободы является устойчивым и легко декодируемым символом демократических свобод И кроме того сатирический аспект мема реализуется в намеренном графическом преувеличении образа статуи свободы и преуменьшении образа Дональда Трампа что создает прием гиперболизации и летоты Следующий пример в котором сатирический аспект воплощается в форме пародии В интернет-меме изображена американский политик и кандидат президента США 2016 года Хиллари Клинтон Сопроводительная надпись переводится следующим образом Халь Хитлери И в данном случае Хитлери Хитлери это авторский оказинализм образованный по принципу телескопии от имен собственных Хитлера Гитлер и Хиллари Хиллари и получается как бы соединение двух фамилий и образуется оказинализм Хитлери и такие атрибуты как нацистское приветствие Халь усы жест характерный для Адольфа Гитлера и оказинализм Хитлера создают пародию на Адольфа Гитлера и в результате сахирической пародии наблюдается уподобление Хиллари Клинтон и Адольфа Гитлера и импликацией автора является намек на антидемократические взгляды Хиллари Клинтон что диссонирует с ее политической принадлежностью демократической партии США анализ эмпирического материала показал что формами реализации сатиры в интернет-мемах могут выступать карикатуры пародии анекдоты шутки что свидетельствует о многогранности сатирического начала в интернет-мемах при этом независимо от формы реализации сатиры обязательным компонентом являются свободенность и критическая оценка и в заключении можно сделать вывод о том что интернет-мемы являются эффективными и выразительными средствами политической сатиры в сетевом дискурсе различные актуальные злободневные аспекты политической жизни подвергаются сатирическому осмыслению в англоязычных мемах сатирическое начало может транслироваться с помощью различных средств среди которых прецедентность гипербола символизм метафоричность оценочность и так далее и формами реализации сатиры выступают пародии карикатуры анекдот шутки и активная репликация сатирических мемов политической тематики неизученность сатирического потенциала данных единиц обусловливает актуальность дальнейшего рассмотрения сатиры сатиры в мемах вот на этом у меня все спасибо за внимание спасибо большое Светлана Валерьевна пожалуйста 1-2 вопроса докладчику небольших если есть уберите экран коллеги подайте вопросы пожалуйста разрешите может быть не вопрос вопрос соответственно к сожалению Светлана Валерьевна мне кажется что мало внимания было уделено на собственный язык потому что во всех этих мемах и карикатурах там очень ярко обыгрывается какая-то тема языковыми средствами например там вот a day lie life sentence you are fired fire это и огонь и вот тот самый торч факел которым ну to fire это еще критиковать понимаете совпадение а особенно хайл хитлери там double h это ну в общем известный такой символ две восьмерки h это восьмая буква алфавита и double h это в общем вот все все неравнодушные к свастике делают тебя наколки этими две восьмерки это и есть double h хайл хитлери вот эти вот двойное h это очень показательно на этом надо было сосредоточиться основной это собственно не мем даже языковые средства сатиры вот мне кажется что тут вот какой-то недостаток небольшой есть мало уделено внимания языку на мой взгляд да интернет мемы очень нагружены символизмом языковой игрой стилетическими приемами да то есть анализ представленный анализ конечно не ограничивается вот то есть анализ мемов не ограничивается тем что я сказала да то есть по мере анализа могут проявляться еще и дополнительные дополнительные интересные приемы да то есть анализ мемов он предполагает что конечно интернет мемы очень нагружены стилистически различными приемами спасибо большое Светлана Валерьевна и спасибо большое Александр Николаевич я думаю что вот такие ценный обмен мнениями ценные рекомендации это собственно то что и делает таким важным организацию подобного рода конференции спасибо большое и мы двигаемся к нашему следующему докладу который нам представит Елизарьева Мария Алексеевна университет МГИМО тема доклада языковая игра в политическом дискурсе Германии на примере политической пепельной среды Добрый день уважаемые коллеги меня слышно? Да прекрасно вас слышно отлично секунду так прощение секунду экскурсии Германии с преобладанием агонарности эти мероприятия проводятся как правило самыми крупными политическими партиями Германии в последний день весеннего карнавала как правило на политической пепельной среде политики реагируют на последние события политической жизни Германии озвучивают свои программы и самое главное критикуют представителей других партий своих политических конкурентов и юмор сарказм комической являются неотъемлемой составляющей речей этих и направлены как правило на то чтобы оказать определенное воздействие на слушателей что они редко достигаются с использованием языковой игры как стилистического приема чтобы рассмотреть роль языковой игры чтобы рассмотреть роль языковой игры в коммуникативных стратегиях политиков на политической пепельной среде были проанализированы скрипты пепельных средств проведенных Христианско-социальным союзом в Баварии в 2018 и 2019 году данная партия была выбрана в связи с тем что выступления ее лидеров обычно бывают более эмоционально окрашены и изобилуют шутками и остротами к тому же именно ХСС была родоначальником пепельной среды в ее современном формате актуальность исследования обусловлена тем что в нем впервые анализируется роль языковой игры в речевых стратегиях немецких политиков выступающих на политической пепельной среде объектом исследования являются коммуникативные стратегии которым прибегает оратор предметом конкретные примеры языковой игры посредством которых реализуются эти стратегии цель исследования заключалась в определении коммуникативных стратегий для которых используется языковая игра выступлениях политиков ХСС на пепельной среде материалом послужили тексты скрипта вернее выступлений политиков на пепельной среде ХСС 18-19 года основными ораторами были Андрея Шойер в 18-м году генеральный секретарь ХСС в 19-м федеральный министр транспорта и цифровой структуры Маркус Зёдер в 18-м кандидат на пост премьер-министра Лавари в 19-м уже премьер-министр также в 2018-м оратором был Маркус Блума заместитель генерального секретаря ХСС и в 2019-м году был приглашен Манфрид Вейбер лидер Европейской Народной Партии Немножко перейдем к теории сначала под языковой игрой в широком смысле понимается нетрадиционное неканоническое использование языка это творчество в языке ориентация на скрыто эстетические возможности языкового знака политическом дискурсе языковая игра это осознанный намеренный прагматически мотивированный процесс использования говорящим возможности языковой системы с целью оказания воздействия на адресата языковая игра помогает завуалированно передать мысль политического деятеля унизить или высмеять оппонентов установить дрожеские отношения с аудиторией и создать образ более успешного политика также языковая игра может выступать одним из средств манипулятивного воздействия на слушателей роли и видом языковой игры в политическом дискурсе Германии посвящено диссертационное исследование Елена Александровна Хангель в качестве материала автором были выбраны парламентские выступления интервью с политиками о политиках политические лозунги однако в данной работе политическая пепельная среда исследована не была поэтому наше исследование в общем-то могло немножко обогатить эту область в исследованных нами текстах языковая игра встретилась на разных уровнях языковой системы это были как например литерация рифма образования несуществующей превосходной степени от относительных прилагательных это были неологизмы дионимы игра на монемия политическая цветовая символика метафоры неправильная шутливая расшифровка аббревиатур в частности партий название партий игра на логическом противопоставлении когда игра заключалась в переворач скажем так в нарушении логической связи между частями предложений это была также игра на полисемии и обыгрывание интертекста и выступлениях политиков на любой политической среде преобладают как правило два основных устремления это стремление поддержать свой собственный имидж и с другой стороны нарушить образ имидж партии оппонентов на поддержание своего имиджа как правило направлена стратегия самовосхваления и на нарушение имиджа других политик направленных коллеги пожалуйста отключите микрофон и кто не выступает чтобы не происходило побочных звуков Мария Алексеевна на нарушение имиджа оппонентов как правило направлены стратегии дискредитации или манипуляции в исследовании нашим встретилось 77 примеров языковой игры в большинстве случаев она использовалась как раз таки для дискредитации оппонентов что подчеркивает огональность данного жанра и 20 раз была эта языковая игра использовалась для самовосхваления самовосхваления то есть либо себя как партии ХСС либо восхваление ее лидеров 12 раз языковая игра использовалась в рамках манипулятивной стратегии 10 раз для формирования эмоционального настроя 7 раз для агитационной стратегии и немного меньше для в рамках стратегии самозащиты интеграционной стратегии убеждения и аргументативной и теперь перейдем к конкретным примерам например для дискредитации в рамках стратегии дискредитации приведем такой пример высказывание Андрея Шоера в 2018 году речь идет о партии зеленой о том что зеленые меняют свои политические воззрения в зависимости от ситуации и Андрея Шоера сказал что не это не зеленый они называют ревод не реалии и фунди но флексис перевод я зачитывать наверное не буду он всем виден здесь Андрея Шоера обыгрывает название двух течений внутри партии зеленых реалии и фунди возникших в начале 80-х годов Сторонники первого течения, возглавляемого Йошкой Фишером, стремились к участию в реальной политике, в то время как в фунде фундаменталисты предпочитали заниматься вопросами локальной экологической политики, гражданскими инициативами на местах, блокадами ракетных шаг и так далее. Неологизм флексис образован здесь от прилагательного флексибель, гибкий, подвижный, умеющий приспосабливаться. По той же словообразовательной модели, что реалус и фундиус. То есть Андрея Шойер называет зеленых партий, которые легко отступают от своих идеологических принципов. И вот другой пример тоже. Исус Андрея Шойер, но здесь нарушается образ Мартина Шульца как влиятельного политика. Ага, so schaut Logik bei der SPD aus. Zuerst hat Симур Габриил das Аndt an Мартина Шульц übergeben. Dann hat Мартина Шульц erst an Андрея Налес übergeben. Дazwischen ist noch Olaf Scholz dafür, wollte Мартина Шульц ins Außenministerium. Nun darf Мартина Шульц не ins Außenministerium, stattdessen übernimmt wahrscheinlich wieder das Außenministerium Симур Габриил. Der Neue Drausen Minister ist Martin Schulz. Здесь идет игра языковая, обыгрывается названием, собственно, постминистра иностранных дел Аусен-министра. И образуется неологизм Drausen-министра от наречия Drausen-снаружи. То есть Drausen-министра, это получается министр, как бы тот, кто оказался снаружи за бортом, не при делах. Здесь невозможно перевести дословно, но некоторый эквивалент я подобрала. И тем самым Мартин Шульц выставляется политиком-неудачником, которого даже свои однопартийцы сбросили уже со счетов. Дальше. В рамках стратегии самовосхваления часто используется языковая грант. Например, тот же Андреас Шоя восхваляет достижения своей партии. Мария Алексеевна, две минуты у вас. Пожалуйста. Здесь обыгрывается устойчивое содержание лэптопа и лейда хозы. Оно существует. И Андреас Шойер придумывает похожее сочетание, основанное на литерации, тачпад и трахтен янка. Это элемент национальной одежды, то есть он еще раз подчеркивает сочетание прогресса и традиционных элементов. Или, например, для самовосхваления используется также образование существующих степеней от прилагательных для европейских, ашеных, самая европейская, пепельная среда. Или, например, сделать Европу более баварской, анштют байрыша, цумахом. В рамках агитационной стратегии используется, например, игра на рифме, чтобы усилить воздействие на слушателя рекламы Европы. Ein Europa, das schützt und nützt. Европа, которая защищает своих жителей и nützt, то есть для всех полезно приносит выгоду всем государствам, которые входят в Евросоюз. В рамках манипулятивной стратегии, например, часто используется такая неправильная расшифровка названий партии. Например, FDP, Свободная демократическая партия Германии, была названа Шойером. Fangenflüchtige Partei Deutschlands, дезертировавшей партии Германии, когда ее лидер Кристиан Линднер отказался вступить в коалицию Ямайка. Образовать коалицию, то есть взять на себя ответственность за руководство страной. И в том же контексте выборов 2018 года, СДПГ, Шойер называет selbst zu fleischende Partei Deutschlands, самой бичующейся, как бы раздирающей себя партией Германии, потому что СДПГ тогда находилась в кризисе. Мария Алексеевна, пожалуйста, к выводам. У нас 7 докладов и 70 минут. Спасибо. Идем к выводам. Языковая игра активно используется лидерами ХСС для воздействия на аудиторию, как на однопартийцев, так и на остальных слушателей, вне зависимости от партийной принадлежности. Во многих случаях для понимания языковой игры необходимо знание культурного языкового фона, который стоит за ним. Языковая игра чаще всего используется политиками ХСС для реализации стратегии дискредитации или самовосхваления наиболее используемой, также в рамках стратегии агитационной, манипулятивной стратегии, самозащиты и формирования эмоционального настроя, что отражает, собственно, основные интенции, это сохранить имидж своей партии и нарушить имидж партии конкурентов. И также используется для создания эмоционального фона. Спасибо большое, Мария Алексеевна. Так, вопросы к Марии Алексеевне, если можно, в чат, чтобы мы не выбились из графика. И тем самым мы с вами заканчиваем второй блок нашего сегодняшнего заседания. С учетом того, что мы рассмотрели некоторые аспекты влияния новых технологических возможностей на сущностные характеристики политического медиадискурса, очень логичным в этой связи выглядит вопрос о новых методах исследования. И следующий наш блок докладов как раз будет посвящен вопросам применения методов, предлагаемых на сегодняшний день когнитивной лингвистике к исследованию политического медиадискурса и новых компьютерных технологий, которые удачным образом, как мы сейчас увидим по ряду докладов, комбинируются с достаточно традиционными формами и методами лексико-семантических исследований. И я передаю слово Цицаркиной Наталье Николаевне, представляющей Курганский государственный университет. Тема доклада «Идеологическая модальность при репрезентации ситуации вооруженного конфликта в политическом медиадискурсе». Наталья Николаевна, пожалуйста, вам слово. Наталья Николаевна, вас не слышно, может быть, вы не включили микрофон. Да, у вас выключен микрофон, вам нужно его включить. Нет, у вас значок горит, перечеркнутый микрофон. Значит, мы вас, к сожалению, не услышим, хотя презентацию вашу видим. Слышно меня сейчас? Да, да, все прекрасно, пожалуйста. Так, хорошо, здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, сейчас я включу слайды. Мой доклад называется «Идеологическая модальность при репрезентации ситуации вооруженного конфликта в политическом медиадискурсе». Тема военного конфликта или вооруженного конфликта – одна из центральных тем современного политического медиадискурса. Военный конфликт в широком смысле этого слова включает в себя любые способы разрешения межгосударственных и внутригосударственных противоречий с помощью военной силы. В нашем исследовании военный конфликт или вооруженный конфликт по-другому рассматривается как конфликтное социальное отношение больших социальных групп, классов, социальных слоев, наций, политических партий. Цель нашего исследования – это выявление способов поражения идеологической модальности при объективации фрейма «negatory conflict», который является наиболее частотным фреймом политического медиадискурса современных англоязычных средств массовой информации. Под идеологической модальностью, вслед за Татьяной Георгиевной, что такое фрейм – это когнитивная модель стереотипной ситуации в лингвистике, под идеологической модальностью мы понимаем категорию, выражающую оценочные отношения, основанные на определенных политических взглядах. Это особый мировоззренческий оттенок, который передается с помощью различных языковых средств. Категория идеологической модальности, как считается, основывается на универсальной категории модальности. Категория модальности выражает как разные виды отношений высказывания к действительности, то есть это объективная модальность, так и разные виды отношений говорящего к предмету, то есть субъективная модальность. Мы рассмотрим, еще раз повторюсь, идеологическую модальность с точки зрения вербализации фрейма «милитарий конфликт» в медиадискуссии, а именно таким образом стереотипная ситуация военного конфликта приобретает оценочные характеристики в зависимости от интенции автора и его политических пристрастий. В процессе исследования был смоделирован фрейм «милитарий конфликт». Он вербализуется глаголами конфликтных социальных отношений и представляет собой когнитивную пропозициональную модель стереотипной конфликтной ситуации. Фрейм «милитарий конфликт» является одним из вариантов фрейма конфликтных социальных отношений более высокого порядка суперфрейма «конфликтные отношения», то есть «conflictive relations». И помимо данного фрейма, то есть помимо фрейма «милитарий конфликт», этот суперфрейм включает такие фреймы, как «opposition», «protest» и «competition». Данные фреймы представляют собой отдельные участки когнитивной структуры с определенным набором компонентов. И каждый фрейм представлен своим набором реализующих его в языке глагола социальных отношений. Как способ отражения социальной реальности в сознании индивида фрейм данный моделирует ситуацию, которая представляет собой социально обусловленное действие двух акторов военного конфликта. Субъект один считает ситуацию, вызванную действием другого субъекта, нежелательной для себя или общества в целом, и пытается оказать влияние на этого субъекта, используя вооруженные способы противостояния. Это может быть вооруженный конфликт между государствами или вооруженное столкновение внутри государства, например, подавление восстания или переворота. Проведенное исследование показало, что фрейм «military conflict» вербализует следующие глаголы «fight war, operate, struggle, combat, campaign», а также аналитические глагольные именные словосочетания «fight war, make war, wage warfare, carry on war, carry on hostilities, wage guerrilla war» и так далее. Аналитические глагольные именные словосочетания представляют собой неразложимые словосочетания, сходные по своему денотативному статусу с глаголами, поэтому мы их объединили, собственно, с глаголами в одну группу. Считается, что такие словосочетания относятся к особому виду фразеологической номинации. Все эти глаголы и словосочетания, по сути, являются военными терминами, которые в новостном дискурсе приобретают характер общественно-политической лексики. Глаголы социальных отношений абстрактны по своей семантике, так как обобщают ряд разнотипных элементарных действий, направленных на общую цель. Это объясняет размытость их референтного, то есть чувственно воспринимаемого образа, который, собственно, может различаться у разных индивидов. Однако необходимо отметить, что степень абстрактности в глагольной вот этой лексике, объективирующей фрейм, не одинаково, не одинаково, что свидетельствует прежде всего о разнородности этой группы, номинирующей разные виды конфликтного социального взаимодействия. Например, такие глагольные именные словосочетания, как wage, military operation, wage, anti-terrorist operation, wage, civil war, являются, обладают меньшей степенью абстрактности, благодаря тому, что в структуру их значения входят всеми темы объекта и характеристики способа действия, а иногда и место игре. Например, wage, guerrilla war. Здесь в структуру значения отходит участник конфликта, вернее, участники конфликта и regular soldiers, regular troops. Во втором примере имеется в виду to carry out guerrilla war, наверное, и второе, to campaign. Сюда входят схемы времени и места. Это long period, specific area origin. Структура каждого фрейма зависит от вида конфликтного взаимодействия. Иными словами, каждый фрейм, который я назвала, имеет свою иерархическую организацию со своим набором вершинных и терминальных компонентов. Например, фрейм military conflict состоит из таких вершинных компонентов, как субъект, предикат и объект. То есть это те компоненты, которые всегда справедливы для данной ситуации конфликтного взаимодействия. Например, я, наверное, не буду читать примеры. Например, Russia – это субъект, war – предикат, Ukraine – объект. Ну и во втором примере – soldiers, rebels and jihadists. Тут объединены субъекты и объекты. То есть получается, что они равны по своему статусу. И в данном случае здесь возможна рецепрогальная диатеза. Что касается терминальных компонентов, то это следующие компоненты – способ совершения действия, спецификация действия, место, время, цель совершения действия. Примеры такие. Ну, например, for three days – это время, subject – battle to predicate, terrorist subject. Ну и цель здесь дана. И следующий пример. То же самое. Есть место, время. И в следующем примере выражена на поверхностном уровне и спецификация действия. Идеологическая модальность при вербализации фрейма может актуализироваться следующим образом. Во-первых, может отсутствовать один из участников ситуации, то есть субъект или объект. То есть вершинный участник ситуации на поверхностном уровне не присутствует. Это выражается в пассивизации приложения. Например, такое приложение есть. For the Pentagon and the intelligence agencies, a key issue now is how readily counter-terrorism operations can be carried out from beyond Afghanistan. В данном примере отсутствует на поверхностном уровне субъект, то есть агентс. Но при внимательном прочтении предложения мы понимаем, что агентс – это кентагун и разведывательные службы США, the Pentagon and the intelligence agencies, которые планируют и проводят в жизни тайные операции и помощь так называемых special operations forces, то есть сил специального назначения. У вас осталось две минуты. Ох, ладно, хорошо, я перехожу к следующему. Так, далее. Использование существительных пропозитивной семантики. Ну, в данном случае ни субъект, ни объект на поверхностном уровне не выражаются, есть только обозначение действия, fighting. Можно сказать, что это может быть аксиологическая, то есть нейтральная оценка. В данном предложении используется существительное, при этом акцент сделан на самом действии как продолжающем. Несмотря на решение провести мирные переговоры, в ожидании решения Байдена вывести оставшуюся часть группировки американских войск из Афганистана. Так, ну, следующее, следующее. Это замена одного глагола на другой, полностью меняющий содержание события и характеристику его участников. Смена глагола ведет к намеренному искажению характера конфликтных отношений и к изменению ролей участников ситуации. Ну, ситуации различны с точки зрения аксиологической модальности, которая различает негативные, позитивные и нейтральные оценки. Ну, вот в данном случае ситуации, описываемые вот этими словосочетаниями, оцениваются нейтрально, а негативный оттенок и нейтрации номинируемый следующими словосочетаниями. Более конкретной семантики. Ну, а что касается ситуации, которая выражается этим, словосочетанием «wage into terrorist» и прочее, то здесь мы можем говорить о том, что здесь оценивается иметь место теоретическая модальность, которая оценивает соответствие действия или состояние нормам и правилам общества. Ну, и если взять вот две, то есть она оценивается как однозначно справедливая, wage civil war и wage anti-terrorist operation. wage civil war. Здесь имеется в виду два участника ситуации, которые, в принципе, равны. Это граждане страны, которые воюют друг с другом. Ну, а что касается wage anti-terrorist operation, это уже совсем другая ситуация. То есть получается, что общество и государство воюют с террористами. Ну, например, следующие примеры можно почитать. Что касается ситуации одной и той же, то при замене, допустим, в данном предложении Ukraine troops began anti-terrorist operation against pro-russian militants, получается, что ситуация меняет совершенно свой идеологический рисунок. И те, кто боролся за правое дело, оказываются на самом деле террористами. Далее. Использование идеологически модальной лексики с абстрактными глаголами, которые выражают предикат Фрейма. Ну, это такие глаголы, как fight, combat и так далее. Ну, они на самом деле нейтральны, а если использовать с ними вместе такие существительные, как militants, bandits, terrorists, они, соответственно, приобретают идеологический такой оттенок. То есть, может быть, freedom fighters, да, с одной стороны, и terrorists с другой. Можно применять их местами. Далее. Использование оценочных прилагательных. Illegal, например. То есть, тут мы можем говорить о том, что используются такие оценочные прилагательные и прилагательные, которые называют отношение к номинировым действиям. Например, ну, вот такие прилагательные, как American lead, про-американ файтерз, про-американ амп-группс, про-русшен сепаратист. Они то в одних, то в других газетах, относящихся к разным средствам массовой информации, приобретают совершенно различные значения. То положительное, то отрицательное. В зависимости от того, как относится автор к данным событиям. И последнее. Изменение хронологического порядка этапов сценария. Ну, поскольку данный фрейм, фрейм military conflict, является фреймом, который может также вербализоваться и активироваться в тексте, он приобретает еще и такое динамическое значение, то есть у него есть сценарий. И в этом случае сценарий фрейма конфликтных социальных отношений, это предпосылки конфликта, дальше завязка конфликта, эскалация, завершение и последствия конфликта. Эти все сценарии, вернее, сценарные фреймы могут меняться местами. Ну, например, последнее событие это стягивание войск к линии раскраничения Донбасса, в некоторых СМИ сразу возникло такое мнение, что это Россия начинает конфликт. В то же время, на самом-то деле, это Украина начала конфликт, а российское правительство приняло решение также подвести войска к линии раскраничения. Ну и, собственно, в заключение я хотела еще раз подвести итоги. Итак, идеологическая модельность при вербализации фрейма может актуализироваться в следующем образом. Во-первых, грамматическим способом, то есть фасивизация предложения, далее использованием имен пропозитивной семантики вместо глагола лексики. В-третьих, заменой одного глагола на другой, полностью меняющие содержание событий и характеристики боевого учебника. Далее, использованием идеологически-модальной лексики с абстрактными, нейтральными с точки зрения оценки глаголами, которые выражают предикат фрейма. Далее, пятое, использованием оценочных прилагательных и изменением хронологического порядка этапов сценария. Основой идеологической модальности при этом может быть так, диантическая, то есть объективная модальность, так и в большей степени аксиологическая, то есть субъективная модальность. Спасибо за внимание. Извините, что немного перебрала свои минуты. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Очень подробно была представлена методика фреймового анализа, отнесена с лексическими средствами. Спасибо. Вопросы к Наталье Николаевне, просьба в чат в письменной форме, потому что мы немного превышаем наш регламент, выходим за рамки регламента. И позвольте предоставить слово следующему докладчику. Наталья Николаевна, снимите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Следующий доклад представит Дмитриева Светлана Сергеевна, университет МГИМО. Тема доклада «Лингвокогнитивный и прагматический потенциал прецедентных феноменов при репрезентации событий в политическом дискурсе». Светлана Сергеевна, прошу вас соблюдать регламент. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, хорошо. Будем вам признательны за это. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела представить вашему вниманию некоторые результаты исследования прецедентности. В частности, мы поговорим о логнитивном и прагматическом потенциале прецедентных феноменов при репрезентации политических событий в политическом дискурсе. Исследование выполнено в русле когнитивной парадигмы с использованием метода концептуального анализа, с опорой на базовое положение теории прецедентности, теории дискурса и репрезентации событий. Прежде чем переходить непосредственно к прецедентности, хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое событие. В рамках нашего исследования событие рассматривается как формируемый посредством знаков и кодов конструкт. То есть вне текста события не существует. Есть некий факт реальности, который через текст и через интерпретацию текста может рассматриваться как событие. При этом один и тот же факт может рассматриваться как различные события. Вера Ивановна Заботкина отмечает, что этот процесс осмысления факта действительности как события всегда сопровождается конструированием ментальной модели события. И эта ментальная модель содержит в себе базовые элементы, структурирующие данное событие. Есть основания полагать, что апелляция к прецедентным феноменам позволяет моделировать процесс конструирования ментальной модели события. Прецедентный феномен — это сложное когнитивное образование, в основе которых лежит один или несколько фрейм-сценариев. И можно сказать, что при апелляции к прецедентному феномену происходит актуализация ментальной модели прецедентного события. Эта ментальная модель хранится в когнитивной базе представителей лингвого сообщества и содержит в себе основную информацию о причинах, участниках, сценариях развития события, его последствиях и эффектах. И, соответственно, при проецировании одной ментальной модели на какое-то современное событие происходит интерпретация этого события в определенном заданном направлении. Это хорошо видно на примере использования прецедентного феномена China's Chernobyl. Пример взят из журнала The Economist, он появился в статье, в которой анализировались последствия пандемии коронавируса для Китая. Возникает вопрос, почему автор использует именно прецедентный феномен Чернобыль, не Фукусима, не Хиросима, а именно Чернобыль. Дело в том, что в концептуальной структуре прецедента Чернобыль содержатся такие элементы, которые позволяют автору транслировать свою оценку происходящих событий. Тем самым при актуализации ментальной модели прецедентного события и при проецировании ее на современный факт действительности происходит конструирование новой ментальной модели. Таким образом, коронавирус, так же как и чернобыльская катастрофа, возникает в коммунистической стране, которая занимает лидирующие позиции на международной арене. Одной из причин возникновения коронавируса, вероятно, можно считать утечку биоматериала из лаборатории. То есть здесь возникает человеческий фактор, который также находится, который также можно обнаружить в концептуальной структуре Чернобыля. Распространение болезней по всему миру приводит к серьезным медицинским, политическим и экономическим последствиям, что также наблюдается в концептуальной структуре прецедента Чернобыля. Но я бы хотела отметить, что в статье автор фокусно выделяет такие элементы ментальной модели прецедентного феномена, как действия и эффекты. Автор говорит о том, что так же, как в свое время Советский Союз пытался скрыть сам факт Чернобыльской катастрофы, власти Китая долгое время скрывали от международной общественности тот факт, что в их стране появился новый вирус. И тем самым автор путем активации схем выводного знания подталкивает читателя к выводу о том, что так же, как в свое время Чернобыльская катастрофа стала началом конца Советского Союза, пандемия коронавируса может стать началом конца могущества Китая. То есть здесь мы видим проецирование прецедентной ментальной модели на современное событие, что впоследствии влияет на интерпретацию этого события. Тем не менее, нельзя утверждать, что прецедентность сводится исключительно к проецированию одной ментальной модели на современное событие. Согласно определению Гудкова, прецедент – это инвариант восприятия культурного предмета. То есть при обращении к прецеденту происходит не просто актуализация ментальной модели события, но актуализация определенного инварианта восприятия этого события. Здесь я бы хотела проанализировать пример использования прецедентного феномена в речи королевы Великобритании Елизаветы II. Фокусным смысловым элементом ее обращения к нации во время пандемии стала фраза «We'll meet again». Это строка из песни времен Второй мировой войны. Песня очень популярна в Великобритании, звучала в разных фильмах, мультфильмах, и есть многочисленные ремейки этой песни. То есть и сам по себе прецедентный феномен обладает невероятно мощным лингово-когнитивным и прагматическим потенциалом. С одной стороны, песня относится к военному дискурсу и апеллирует к культурно-историческому опыту лингового сообщества. С другой стороны, относится к музыкальному дискурсу, что дает возможность обращения к каким-то чувствам и эмоциям. Тем самым, через обращение к прецедентному феномену происходит воздействие на адресаты политического сообщения. Воздействие происходит, с одной стороны, за счет актуализации метафорического концепта «Война к коронавирусу». Королева говорит о жертвах. В данном случае это заболевшие и погибшие от болезни. Говорит о расставаниях. Только если во время Второй мировой войны люди уходили на фронт, то здесь идет речь о расставаниях из-за локдауна. И о подвигах. В данном случае это подвиги врачей, которые практически борются на передовой вируса. И с другой стороны, важно отметить, что королева обращается не просто к прецедентному имени Вторая мировая война, но к определенному инварианту восприятия этой войны. Дело в том, что песня считается в Великобритании символом надежды. И тем самым, через обращение к прецеденту, происходит актуализация концепта надежды, который приобретает довольно обширное интерпретационное поле. Это и надежда на улучшение ситуации, надежда на скорую встречу с близкими, надежда на выздоровление больных. Тем самым, мы видим, что с одной стороны происходит апелляция к чувству страха, связанного с войной, с другой стороны, апелляция к чувству надежды на то, что все можно преодолеть. И здесь я бы хотела привести слова Кастельса, который считает, что надежда и страх – это ключевые эмоции, которые играют особо важную роль в политическом дискурсе. Дело в том, что надежда, по мнению Кастельса, включает ориентированное на будущее поведение и сопровождается чувством страха из-за возможной неудачи. Следовательно, надежда мотивирует политическое поведение, нацеленное на достижение благополучия в будущем, через определенную последовательность действий в настоящем. Именно поэтому надежду можно считать ключевым компонентом политической мобилизации. Именно к политической мобилизации стремились лидеры стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, и прецедентный феномен стал одним из инструментов достижения этой цели. То есть мы видим, что прецедентные феномены могут быть невероятно эффективным инструментом политической коммуникации, и сегодня интерес к этому явлению возрастает. Даже название нашей российской вакцины от коронавируса говорит о важности, прецедентности в политическом дискурсе. Очевидно, что название «Спутник Ви» содержит в себе прецедентный феномен, который актуализирует представление о прецедентном событии запуска советского спутника в космос. И, конечно же, это определенная попытка повлиять на интерпретацию этого явления, и, конечно же, направлена в частности на англоязычный дискурс, где также есть выражение «Спутник момент». Подводя некоторые итоги тому, что сегодня было сказано, хочу отметить, что при обращении к прецедентным феноменам всегда происходит актуализация ментальной модели прецедентного события, которая содержит в себе базовые знания о причинах, участниках, сценарии развития этого события, его последствиях и эффектах. Иногда при функционировании в дискурсе наблюдаются модификации фокусных смысловых элементов прецедентного феномена. Тем не менее, во всех случаях отмечается перенос в сферу рецепиент таких когнитивных признаков, как масштабность и последствия. Это позволяет автору, во-первых, преувеличить значимость репрезентируемого события, а во-вторых, предложить свой прогноз развития ситуации. И последнее, пожалуй, самое важное, с помощью использования прецедентных феноменов можно добиться достаточно множества прагматических эффектов. Прагматические эффекты достигаются во многом за счет активации схем получения вводного знания, за счет апелляции к чувствам, но самое главное – за счет воздействия на концептуальную картину мира, лингвого сообщества. То есть через обращение к прецеденту происходит концептуализация, категоризация мира политики, и некий факт реальности осмысливается как событие и занимает свое место в когнитивной картине мира, лингвого сообщества через выявление этих общих элементов с прецедентной моделью. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ювелирная точность, очень информативный, содержательный, интересный доклад. И открою маленький секрет. Сегодня первый балл, дебютное выступление Светланы Сергеевны на конференции. Мне кажется, оно прошло очень успешно, с чем мы, наверное, коллективом, нашим научным сообществом можем ее сердечно поздравить. Вопросы к Светлане Сергеевне, пожалуйста, в чат. Спасибо большое. Я предлагаю слово следующему докладчику Власовой Екатерине Дмитриевне, представляющей Санкт-Петербургский государственный университет. Тема выступления «Лексико-семантические поля в анализе политического дискурса». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я пока включаю демонстрацию экрана. Хотела бы поблагодарить организаторов за возможность выступать на конференции. И также благодарю за то, насколько интересными и насыщенными доклады получаются на нашей секции. Вот вчера на секции номер один про тексты и дискурсы. Я сегодня буду представлять… Видно ли мою презентацию? Да, да, видно. Спасибо. Да, и я в своем выступлении хочу его посвятить проблематике дискурса в сопоставительном аспекте. И, на мой взгляд, когда мы говорим о дискурсе в сопоставительном аспекте, когда есть попытка сравнить дискурсы разных лингвосообществ, то очень важно выработать модель, формализованную процедуру этого сравнения, потому что, чтобы не попасть в ловушку излишней генерализации или воспроизводства и закрепления уже существующих стереотипов о сообществах. И поэтому мое выступление будет посвящено теоретическому размышлению о процедуре сопоставления дискурсов. Скажу о том, какие ключевые элементы в понятии определения дискурса важны для моего доклада. Прежде всего, это то, что дискурс связывается со структурами интерпретации и репрезентации реальности, и поэтому очень важно понять, каким образом интерпретируются события о военных действиях, о геополитическом конфликте в разных лингвосообществах. И очень важно, что в дискурсах происходит так называемая борьба за установление значения, то есть это борьба за интерпретационную рамку и за узаканивание каких-то социальных значимостей в исторической обусловленности с учетом политического контекста социальных интересов общества. Безуровно это характерно для всех обществ, и именно поэтому в дискурсах возникают определенные лексемы конструкции, сочетаемость этих лексем, которые свойственны конкретному дискурсу о лингвосообществах. Но при этом трудность может заключаться в том, что одно и то же дискурсообразующее событие, оно может порождать разные дискурсы в разных лингвосообществах, но в рамках этих дискурсов могут использоваться достаточно большое количество одних и тех же лексических единиц, но семантика у них будет разная. И следовательно вопрос, а как зафиксировать эту семантическую разницу одинаковых лексических единиц, но которая не будет представлена напрямую в высказываниях составляющих дискурс? То есть каким образом мы можем сравнить дискурсивные культуры на уровне их семантики? И здесь нам представляется возможным обратиться к, во-первых, семантическому закону, сформулированному Апрессианом Юрием Дерениковичем, который постулирует о том, что выбирается такое осмысление высказывания, при котором повторяемый семантических элементов достигает максимума. То есть что нам это дает? Это дает то, что мы можем предположить, что значение лексической единицы будет доопределяться теми связями, которые она будет образовывать с другими элементами внутри дискурса. То есть мы можем определить, найти это значение, вычислить значение лексемы через ее взаимосвязь с другими лексемами в рамках данной системы, в рамках дискурса. И, соответственно, у нас получится выявить и сравнить семантические структуры двух дискурсов и выработать объективные критерии метода сопоставления этих дискурсов. И в этом нам поможет метод лексико-семантических полей. Вообще метод поля – это одна из разновидностей системного анализа, и этот системный подход помогает выявить разные типы связей, объекты и свести их в единую теоретическую картину. И стоит также отметить, что в лингвистике метод поля пока что не сложилось единого мнения о толковании самого понятия поля и о подходах к его моделированию. У него существует много разных способов. Но самое главное, что теория поля охватывает важную идею о смысловой связи слов внутри системы языка, вот то, что как раз нам и нужно. И в рамках нашей работы лексико-семантическое поле – это крупная, соотнесенная с фрагментом действительности группировка слов разных частей речи. Очень важно, что это именно разные части речи. И также, когда мы моделируем лексико-семантическое поле, то мы учитываем не только лингвистические параметры, интегральная сема, но также и экстра-лингвистические параметры, соотнесенные с фрагментом действительности. И, естественно, как моделировать лексико-семантическое поле? Несколько пунктов про репрезентативный корпус я, наверное, опущу, потому что это понятно. Корпус должен быть репрезентативным. И вот параметры… Ой, уже назад не вернуться. А что он должен быть прежде всего? У меня разные будет издания включать, 100 тысяч слова употребления, и будет произведена оценка релевантности входящих в корпус текстов. А обработка корпуса будет производиться с помощью программного комплекса T-Lab, который позволяет провести лексико-семантический анализ текстов, и также у него есть включенные инструменты статистического анализа. Благодаря этой программе будут выделены key terms, ключевые термины для установления опорных слов дискурса. А дальше на основе ассоциаций слов, вот этих опорных, с другими, которые будут просчитаны в рамках программы, будет вырабатываться, соответственно, моделироваться поле. Лексико-семантическое поле — те блоки, которые входят в это поле. И пока что это данные, вот то, что нарисовано, это данный рисунок, это данные предварительного анализа, то есть это не полный корпус, но в дальнейшем, когда будет расширен корпус и будет выделено 50 самых частотных полнозначных французских и русских лексем, на основе которых, благодаря объединениям по показателям близости, будет смоделировано лексико-семантическое поле, скорее всего, репрезентация его, как бы вот визуальное отображение будет изменено с поля, как круга, на дендрограмму, потому что надо будет отражать микрополя, входящие в состав, вот уточнять микрополя, которые будут связаны с опорными словами дискурса. Вот, например, микрополя, у нас есть поле, например, внутренние акторы, да, и внутренние акторы, но подразделяются еще на микрополя. И что самое интересное, что в русском и французском дискурсах по данным предварительного анализа выделяются опорные слова, в основном они одни и те же, то есть моделирование структуры поля идентично, но входящие внутрь структуры поля лексемы могут иметь разную степень ассоциативной связи с другими компонентами внутри этого блока. И вот это представляется самым интересным, потому что первый уровень лексико-семантического поля идентичен, а дальше на уровне микрополей и второго уровня, и дальше будут некоторые расхождения в составе этих микрополей. Например, вот тут про Сирию, с какими лексемами они связаны во французском дискурсе и в русском дискурсе, или, например, слово «ситуация». Тоже мы видим, что показатель меры ассоциативной связи и те лексемы, с которыми они ассоциируются, они разные. Что нам это вообще дает? Вот этот анализ с помощью тела по построению лексико-семантических полей, это дает нам структуру поля. Мы видим, из каких блоков состоит этот дискурс и о геополитическом конфликте в Сирии, и что это хорошо структурированная система. Также мы можем выйти на сопоставление, на определение меры сходства и количественно, измерить степень близости этих полей, например, используя коэффициент Сиренцина-Чикановского, упрощенная формула представлена на экране, то есть мы можем посмотреть, какие элементы входят в состав поля, насколько они похожи и близки, и значение будет этой меры варьироваться от нуля до одного, где ноль будет означать отсутствие сходства между двумя наборами, а один — абсолютное сходство. Мы получим циферное измерение степени, количественное измерение степени близости этих дискурсов, и также саму модель лексико-семантического поля. И это даст, например, выход, это может послужить материалом для различных уже дальнейших социологических, политологических интерпретаций вот этих данных, которые будут представлены, смоделированы с помощью методики, которую я предлагаю. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Екатерина Дмитриевна. Очень интересный, содержательный доклад, комбинированная методика, достаточно подробно представленная. Вопросы к Екатерине Дмитриевне, пожалуйста, в чат, если есть. И я передаю слово Чегашовой парине Анатольевне, представляющей университет МГИМО. Тема доклада «Культурный компонент значения политической лексики немецкого языка». Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела кратко вам представить некоторые наблюдения в отношении специфики политической лексики. Видно мою презентацию, да? Да, очень хорошо видно. Да, видно. Которая политическая лексика содержит наряду с профессиональным компонентом и эксплицитно или имплицитно в своем значении также национально-культурный и исторический компонент. И особенно наглядно наличие национально-культурного компонента проявляется на примере полицентрических языков, которым наряду с английским, испанским, португальским, персидским языками относятся и немецкий язык. Залогом успешной коммуникации представителей разных лингвокультур, даже занятых в одной профессиональной сфере деятельности, оказывается, является не только наличие хорошо развитой языковой речевой компетенции, но в том числе и умение декодировать национально-культурную и историческую специфику. На сегодняшний момент уже в лингвистике не оспаривается факт тесной взаимосвязи языка и культуры, и на это обращали внимание и зарубежные, и отечественные ученые. Так, например, американский лингвист Эдуард Сипир считал, что язык не существует вне культуры. Отечественная лингвист Нина Давидовна Арутюнова отмечала, что язык хранит историческую и культурную память народа. Наш словист Никита Ильич Толстой рассматривал взаимоотношения языка и культуры либо как две части единого целого, либо как две самостоятельные части. И, конечно же, наиболее перспективным представляется именно первый подход, то, что язык и культура являются неразрывными частями единого целого, и поэтому, анализируя собственные языковые явления, нельзя игнорировать и неязыковую специфику, поскольку, несмотря на то, что явления окружающей действительности, они одинаковы для нас всех, но в каждом языке, эти явления по-разному передаются, что связаны с разными фоновыми знаниями и представлениями членов того или иного языкового сообщества. На способность языковых единиц отражать культурный компонент указывали в разное время, в разных трудах, на примере разных языков достаточно большое количество ученых. Отмечу, что довольно интенсивно это направление разрабатывалось именно в отечественной науке, и поскольку ученые рассматривали это явление с разных позиций, то появились и разные термины для обозначения культурного компонента. На слайде представлены только некоторые, наиболее популярные. При этом отмечу, что наибольшее распространение в научной литературе получил последний термин – национально-культурный компонент, который использовали в своих работах Иная Даниловна Попова, Иосиф Абрамович Тернин и Владимир Ильич Карасик. Не останавливаясь подробно на дефинициях этих понятий и терминов, отмечу, что во всех дефинициях есть некоторые общие компоненты. И таким образом можно сделать вывод, что национально-культурный компонент представляет собой отражение в языке общественного сознания, либо же часть тематической структуры слова на уровне динатата и коннотата, что, соответственно, приводит к лексическому значению или лексическому фону самого слова. К лексике, которая содержит национально-культурный компонент, традиционно относят три большие группы единиц. Вы их видите на слайде. Поскольку мы рассматриваем политическую лексику как составную часть общего словарного состава любого языка, то это может быть применимо в том числе и к классификации политической лексики, рассматривая ее с точки зрения наличия национально-культурного компонента. Однако есть некоторая специфика. Дело в том, что вот эти три вышеназванные группы единиц, они, несомненно, содержат национально-культурный и исторический компонент. Но политическая лексика, она включает в свое значение еще и профессиональный компонент. И такой предварительный краткий анализ устойчивых выражений и фразеологизмов не выявляет наличие какого-то специфического профессионального компонента. Поэтому при рассмотрении политической лексики можно отказаться от третьей группы, рассматривая только реалии, фоновые единицы. И в то же время, учитывая специфику немецкого языка, добавить сюда еще одну группу – это гендерно-маркированные единицы, потому что в немецком языке это действительно очень серьезное внимание уделяется именно политической корректности и гендерно-маркированным единицам. Проанализировав кратко, поскольку этот доклад представляет собой, в том числе, результаты работы в рамках гранта на тему национально-культурно-маркированной лексико-политического дискурса Германии, так вот, проанализировав скрипты публичных выступлений в консервативных политиках в рамках специфического для Германии мероприятия «Политическая пепельная среда», о котором уже частично говорила моя коллега, мы можем выделить, конечно, реалии, фоновые единицы, гендерно-маркированные единицы. Наибольшую группу в нашем анализе представляют собой реалии, которые можно классифицировать с точки зрения аномастики и выделяя здесь разные классы аномастических единиц. Конечно же, сюда относятся наименования различных персоналей национального или международного уровня, сюда относятся наименования различных географических объектов, опять-таки, национального или международного уровня, сюда относятся наименования политических объединений, которые мы назвали классом политонимов, Прежде всего, это политические партии, общественное движение, международные организации. И сюда же мы относим наименование лиц, которые являются членами тех или иных политических объединений. Сюда также относится большая группа наименования должностей, конечно же, различных документов, наименование национальностей или групп людей, объединенных общей географической близостью. Сюда относятся наименования единиц других дискурсов, в частности, мы выделяем ирконимы как группу единиц, которые обозначают объединение, в частности, в сфере бизнеса и промышленности. Сюда относятся также геортонимы, это наименование праздников или общественно значимых событий. Причем в политическом дискурсе следует отметить, что они имеют определенную коннотацию, профессиональный компонент, о чем я говорила раньше. Например, в отношении единицы Кёльнарзенвестернах, потому что в этом случае подразумевается не просто новогодняя ночь, а события конкретного года, на 2016 год, новогодняя ночь, когда произошли в Кёльне нападения на немецких женщин со стороны мусульман-мигрантов, что и получило вот такое обозначение. И сюда относятся также наименования различных СМИ, которые упоминали в своих выступлениях политики консервативных партий. Что касается фоновых единиц, то здесь можно выделить две большие группы. Сюда относятся либо понятия, отсутствующие в сопоставляемом языке, либо понятия, не совпадающие по культурному фону. Примеры вы видите на слайдах. Если мы рассмотрим внимательно примеры из немецкого языка, то здесь можно выделить некоторые специфические именно для этого языка обозначения. Например, я выделила только здесь три группы, цветовые обозначения. Дело в том, что для немецкого политического дискурса актуальным является обозначение партий по цвету. И в качестве примера вот вы видите три обозначения, обозначение цветов, рот, рот, брюн. Это обозначает три разных партии. Сал-демократы, левая партия и зеленая партия. Интересные единицы представляют собой, интересное значение включает в себя прилагательный Шварц. Потому что в одном случае, в первом примере, Грюн-Шварц, это обозначает коалицию из зеленых и консервативных партий преимущественно ХДС, что имеет еще значение Киеве-Коалитион, чуть ниже пример. Но если мы возьмем, например, словосочетание Шварц и Министерия, то это означает министерство, которое возглавляют представители консервативных партий, либо ХДС, либо ХСС. А Ди-Шварц и Моль, это словосочетание, уже не имеет отношения к политике, а скорее всего к экономическому дискурсу, потому что обозначает сбалансированный бюджет. Обозначение коалиции в немецком языке тоже достаточно разнообразно. Очень креативный характер проявляют политики и журналисты, когда называют свои коалиции. Это может быть либо Ямайка-Коалитион, или Джамайка. Первоначально было по правилам английского языка, теперь уже они произносят по правилам немецкого языка. Ямайка-Коалитион по цветам, совпадению с цветами флага этой страны. Либо Амполь-Коалитион, светофорная коалиция по совпадению цветов, светофора. Кеви-Коалитион, когда много зеленого и мало черного. Да, есть еще Харакири-Коалитион, я не стала приводить этот пример, но это означает, что традиционные партии образуют коалицию с нежелательными партиями, так к таким относится левая партия или партия-альтернатива для Германии. И интересный пример представляет из себя словосочетание «Зенегаль-Коалитион». Дело в том, тоже по совпадению с цветами флага этой африканской страны. Дело в том, что во флагах многих африканских государств присутствуют такие цвета, как желтый, зеленый и красный. И до 2005 года вот такое сочетание, такие коалиции из либералов, зеленых и социал-демократов, они назывались «Африка-Коалитион». Но в 2005 году представитель именно партии зеленых, Йорген Тритин, предложил переименовать такие коалиции в название «Зенегаль-Коалитион». Здесь, очевидно, скрываются амбиции партии зеленых, потому что на флаге «Сенегала», помимо традиционных цветов зеленого, красного, как намек на стал демократов, и желтого, как намек на коалицию с либералами, в центре, на желтом фоне, расположена звезда зеленого цвета. Это означает, что они достаточно явно претендуют на ведущий пост в Германии, на пост канцлера. То есть вот эта коалиция в углове с канцлером партии зеленых. И, судя по тому, как развиваются события в последнее время, у них есть такой шанс, во всяком случае, сейчас достаточно высокий. Ваня Анатольевна, извините, две минуты у вас. Третий пример – это политически мотивированные проблемные ситуации, которые образуются все по одной схеме. Фаль-Скрипаль – это случай со Скрипалем, Навальным или Фаль. На ней сомри не буду подробно на нем останавливаться. Что касается гендерно маркированных единиц, это специфика именно немецкого языка, поскольку здесь можно выделить феминитивы, преимущественно они относятся в группу официонимов, поскольку обозначают женщин, занимающих ту или иную должность. И можно выделить гендерно-ассимметричные, гендерно-симметричные единицы. Можно сказать, что немцы просто помешаны сейчас на этом. Они не будут просто говорить «европейцы», это считается непорядокорректным. Обязательно скажут в буквальном переводе «европейцы» и «европейки». И последнее, о чем я хотела бы остановиться, это плюрицентричность немецкого языка, о котором я говорила вначале, потому что в этих единицах, именно в политической лексике, отражается в том числе национальный компонент, потому что даже обозначение одних и тех же ведомств может отражаться в немецком языке, но в отношении разных государств по-разному. Вот вам, пожалуйста, примеры для обозначения Министерства иностранных дел. И ни в коем случае нельзя назвать Министерство иностранных дел Австрии так, как это называется в Германии, или так, как это называется в России. Для остальных стран у них потребляется другой термин, который не сочетается с этими тремя упомянутыми. Или, например, для обозначения национального парламента, частично есть совпадение, частично здесь есть расхождение. Вот такие интересные наблюдения в политической лексике. Результатами первого гранта станет монография, и работа продолжается в рамках следующего гранта, итогом которой должен стать словарь политической лексики немецкого языка последнего периода правления Ангела Меркель. Вот это все, что я хотела вам сказать, уважаемые коллеги. Если будут вопросы, я напишу ответ в чате. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Желаем успехов вам в ваших двух грантах, и с нетерпением будем ждать публикаций. Передаю слово Левковской Нине Алексеевне, представляющей университет МГИМО, тема доклада «Контраст, противостояние, конфликт в политическом эссе». Инна Алексеевна, большая просьба. Я буду демонстрировать вашу презентацию. Когда нужно переключать, говорите. Хорошо. Первый слайд. Пока ничего нет. Так. И теперь первый слайд, пожалуйста. Следующий. Это эпиграф, который я не буду озвучивать, но хотела бы, чтобы вы с ним познакомились. Хорошо это или плохо, но политика пронизала все поры нашей жизни, реальные события, их понимание и трактовку, ментальную деятельность общества и индивидуума. Все рассматривается сквозь призму политической значимости, ангажированности. Политика подчиняет себе все, включая и то, что уже прошло, что, казалось бы, кануло в лету, но нет. История, ушедшая в прошлые события и личности, продолжает оказывать весьма существенное воздействие не только на умы, но и на поведение людей. Неудивительно поэтому, что политические деятели в той или иной мере с разной степенью успешности стараются использовать трактовку истории своих государств для подведения фундамента, оправдания своих действий настоящим. История, как известно, имеет множество определений. Согласно одному из них, это наука, особого рода деятельность, в основе которой лежит описание войн между странами, между частями государств, контрастирующими идеями, воплощенными в жизнь группами людей и неординарными личностями. По большому счету, это определение вполне обоснованно, поскольку вся жизнь человечества изобилует разделениями, противоборствами, непримиримыми отношениями. Трактовка истории в политическом контексте, поскольку политика – это в первую очередь борьба за власть, выявляет еще более глубокое противоречие и несовместимость. Для описания данного понятия в тексте политического эссе используются слова «контраст», «конфрост», «противостояние», «конфронтейшн», «конфликт», «конфликт». Позже я поясню, почему употребляется слово «противостояние», а не «конфронтация». Материалом исследования послужили эссе, собранные следующие, пожалуйста, собранные Питером Фуртадо в сборнике «Histories of Nations» и так далее. В книге представлено 28 текстов истории разных стран всех континентов мира. Перед авторами эссе была поставлена амбициозная и непростая задача описать историю страны и понимание ее народом своей идентичности, а также место и роли государства в мировой истории. Профессиональным историкам было предложено расширить привычные рамки понимания истории своей страны, представленные как внутри самой страны через учебники и исторические исследования, так и за ее пределами. Следующее, пожалуйста. Коммуникативным заданием являлась установка, «two step», вот она, я ее озвучивать не буду. Это означает непростое расширение объема информации, но смещение фокуса и предпосылки. В результате такого подхода выяснилось, что существует глубокое противоречие между академической официальной историей и представлением о ней народа. Поскольку эссе неизбежно отражает не только толкование прошлого, но и связь его с настоящим, глубинной задачей полученного сверхтекста являлась доказательством того, что в наш многомерный постмодернистский век следующий, пожалуйста, то есть нет, здесь предыдущий, являлась доказательством того, что в наш многомерный постмодернистский век невозможно иметь единую точку зрения, единую всеобреемлющую повестку дня, да к этому, как было подчеркнуто редактором в введении, нам и не надо стремиться. Вот его слова здесь представлены. Исходя из поставленной задачи и противоречивого характера самого явления, авторы эссе выдвинули на первый план существовавшие и существующие в настоящее время разногласия, противодействия, агрессивные столкновения, войны. Таким образом, в политике вообще и в политическом дискурсе в частности остро стоит вопрос противостояния, противодействия, в основе которого лежит архетипическая оппозиция к свой-чужой. То, что Лев Гумилев называл первобытным этническим принципом «мы – не мы». Иными словами, можно констатировать, что любому социально-стратифицированному обществу присуще расхождение в конечном итоге конфликт. Последний является предметом рассмотрения философов, психологов, а в наше время достаточно активно лингвистов, что в частности привело к созданию специальной дисциплины конфликтологии, в свою очередь имеющей междисциплинарный характер. Согласно распространенному мнению, конфликт представляет собой сложное, многоплановое и многоликое явление. Принимая этот подход в целом, считаю необходимым, тем не менее, внести некоторую конкретику в рассмотрении данного вопроса. В этой связи актуальным, на мой взгляд, является анализ понимания и употребления в определенной степени пересекающихся, но не являющихся однозначным понятием контраст, противостояние, конфликт. Контраст демонстрирует развлечение однородных явлений. Противостояние, помимо развлечения, заключает в себе внутреннее напряжение, противоречие, в то время как конфликт уже несет в себе диаметрально противоположные, существенные различия, вызывающие борьбу. Очевидно, что во всех трех случаях существует разделение сторон, явлений, мыслей и тому подобное. Однако степени характера разделения разные. Если в первом случае, в случае контраста, речь идет о сопоставлении «я-не я», то в противостоянии выявляется дихтомия «я-другой», в которой подчеркивается противоречие. Степень и характер противопоставления уже на градус больше. Конфликт же – это высшая степень противоположения, несущие противоборство, схватку, войну, кровопролитие, всевозможные потери. Для лингвистов принципиально важным является адекватное толкование и правильное употребление в коммуникации данных понятий. Контраст, как развлечение однородных явлений, может представлять собой сосуществование разных подходов, точек зрения. Следующий, пожалуйста. В том числе и на понимание одного и того же явления. Например, вот читайте первый пример. Определение значения представленного явления зависит от воззрений историка или в данном случае, имея в виду последствия оценки, политика. Автор подчеркивает, здесь написано, я не буду озвучивать, несмотря на существенную разницу в оценке явления, она не приводит к разъединению сторон, и оба толкования в современной Венгрии имели положительный результат. Сюда же можно отнести действие так называемого мирного протеста. Сосуществование разных точек зрения, вылившееся в написание экономических трактатов, не привело к противоречию, противоборству. Следующим этапом разделения может быть не только сосуществование, но и конкуренция разных позиций с целью получения преимущества. Ближе всего здесь подходит понятие оппозиция, которая может быть спокойной, мирной, но может нести внутреннее напряжение, в дальнейшем способное перерасти в конфронтацию и противоборство. Следующий пример, пожалуйста. Так, с падением султаната в 1922 году, молодые турецкие республиканты стояли перед дилеммой. Дилемма обозначена здесь. В результате они отказались от своего атамана исламского прошлого и выдвинули новый тезис – Official History Thesis, в основе которого лежит весьма либеральное толкование до атаманской истории Турции. Она тоже представлена здесь. Нина Алексеевна, полторы минуты, пожалуйста, у вас. Контраст подходов не привел к конфронтации, только потому, что тезис не получил широкого признания в кругах интеллектуалов, а послужил источником и основой идеологии молодых турок в период между двумя мировыми войнами. К сожалению, контраст, который не вызывает отрицательных последствий, в данном сборнике представлено значительно меньшим количеством примеров, чем в случае перерастания совпадающих позиций противостояния и даже противоборства. Дальше идет пример... Следующий слайд. Дальше идет пример из истории Чехословакии. Но поскольку нет времени, я, может быть, тогда его опущу. А в следующий слайд по-другому преподносится противостояние конфронтейшн в описании истории Ирландии, который начинается с оксюмарона в подзаголовке. Автор выдвигает дилемму for good or for ill. Используемые антонимы подчеркивают противоположность. Предлоги from, on и грамматическая форма has been выделяют идею временного фактора, подводя читателя к современному состоянию проблемы. Повтор на протяжении практически всего текста оценочных слов of conquest, colonization и его дериват of invaders, exploitation, violence, brutal repression, blood, guerrilla, war и тому подобное, создают семантическое поле противоборства. На первый план выступает понятие оппозиции sharply opposing attitudes, которая, в свою очередь, переросла в насилие. Degenerated into violent confrontation. Желая примирить противоборщуюся стороны, автор заканчивает эсэс балансированным подходом. Он дал здесь. Использование антонима в кольцевом повторе указывает на идею завершенности противостояния. Следует оговориться, что в данном докладе отдается предпочтение слову противостояние, так как в нем заложено понятие стояния, то есть статичности, в то время как конфронтация содержит указание на открытую оппозицию, угрожающую ситуацию, на необходимость принятия соответствующих мер. Возвращаясь к вышеуказанному примеру, можно ответить, что нынешние события, Brexit и его последствия, дают повод сомневаться в выводе, представленном в эссе. Таким образом, в отличие от статичного противостояния, конфронтация предполагает противоречие, некую несовместимость, а возможность столкновения. Как показывает анализ соборов в сборнике эссе, слова «контраст» и «конфронтейшн» употребляются авторы в самом широком их значении, и для точного понимания характера их использования, как было показано ранее, необходимо учитывать не только микроконтекст, но и макроконтекст всего эссе. Следующий этап является существование диаметрально противоположное различие, это конфликт. Про конфликт уже было много. Следующий слайд. Олексей Иванович, извините, пожалуйста. Я заканчиваю. Таким образом, создает семантическое поле постоянной борьбы, которая подчеркивает конфликтное становление, так как через всю современную историю государства, начиная с изначальной истории Испании, до настоящего времени прослеживается идея непримиримых противоречий, неосладываемой борьбы. При этом сам термин конфликт проявляется в основном протяжении всего, за протяжением всех 11 страниц, самый большой объем, всего два раза, и второй раз в сочетании со словом «конфронтейшнс». В таком случае сложно говорить о терминологическом использовании слов, выражающих вышеназванные понятия. Все представленные замечания имеют большое значение для студентов, изучающих иностранный язык. Помимо сложности разграничения вышеназванных понятий в связи с неоднозначностью их подачи, существует необходимость учитывать еще один немаловажный фактор. Например, как показывает исследование, и в английском языке конфликт акцентирует, и здесь оно представлено. Иными словами, точное толкование противоречивых ситуаций и их адекватное описание требует правильного понимания используемой терминологии, что возможно только при тщательном анализе широкого контекста, в данном случае всего СССР, при этом нельзя исключить привлечение фоновых знаний о ситуации тезауруса студента. в следующей литературы. И следующее благодарю за внимание. Спасибо большое, Нина Алексеевна. Вопросы к Нине Алексеевне, пожалуйста, в чат. И я передаю слово Третьюхину Александру Николаевичу, представляющему университет МГИМО. Доклад называется «Это все придумал Черчилль». Пожалуйста, Александр Николаевич. Вот так видно? Да, да, спасибо. Да, все. Я по себе сужу, все устали, и я, может быть, немножко редуцированно представлю то, что я хотел сказать. Ну, пафос моего выступления заключается в том, что в интернете часто цитаты, на которые ссылаются в политическом дискурсе, апеллируя к мнению авторитета, искажаются. Ну вот, в частности, в одном из интернетских част, можно прочитать следующее. Черчилль как-то сказал «Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma», то есть непосредственно упоминается Россия. Я считаю, что это неправильно, то есть Черчилль этого не говорил, и для этого нужно посмотреть одновременно и исторический контекст, и языковой контекст. Исторический контекст, в котором прозвучала фраза, вот эта легендарная фраза Черчилля, ну, сейчас я ее не хочу просто переводить, потому что от этого все зависит, как она переводится, прозвучало выступление Черчилля 1 октября 1939 года по BBC, и как раз до этого произошли бурные события. 1 сентября Германия напала на Польшу, 3 сентября Англия и Франция объявила войну Германии, 17 сентября в игру вступает СССР, введя войска в Восточную Польшу, и 28 сентября апогей событий, германо-советский договор о дружбе и границах. При этом Запад еще ничего не знает о том, что случилось в августе, договор Молотов-Риббентроп, и в том же самом выступлении Черчилль характеризует обстановку как мгла хаоса и неопределенности. Обращаю внимание, слово uncertainty сейчас очень популярное, а вот Черчилль тоже тем же самым словом пользуется, неопределенность. И теперь поместим эту же фразу в языковой контекст. Я полагаю, что наиболее удачный перевод, который я мог найти в официальных источниках, принадлежит Анатолию Ивановичу Уткину, в его биографии Уинстон Черчилль. И вот полный контекст. Я не могу предсказать действия России, и вот эта легендарная фраза. Эта загадка обернута в тайну и находится внутри неизвестности. Нельзя сказать, что я полностью согласен с этим переводом, но он максимально близко отражает то, что мы имеем в английском варианте. Вот это Черчилль говорил. A riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Чего он не говорил. Он не говорил, что Russia is. Вместо Russia, как видите, стоит местоимение it. И моя задача заключается в том, чтобы доказать, что личное местоимение it не заменяет название нашей страны. Ну, Russia. Значит, если продолжить рассматривать эту фразу в языковом контексте, то необходимо указать на две особенности языка Черчилля и сквозь эту призму рассматривать данную фразу. Первая особенность заключается в том, что из трех способов выражения притяжательности, вот они, самые главные способы притяжательности в английском языке. Это предлог of плюс существительное, action of Russia, вот то, что, собственно, встречается в этой фразе. Прилагательное плюс существительное, можно сказать, Russian, national interest, тоже он употребляет это в той же самой речи. И, наконец, притяжательный падеж существительного плюс существительное другое, Germany's position. Есть и этот способ выражения притяжательности в той же самой речи. Но, проанализировав достаточно большой корпус черчиллевских текстов, а именно описание именно того же самого периода в его монументальной истории Второй мировой войны, переписку Черчилля и Рузвельта, «Ну вот я ограничился этими двумя корпусами». У меня нету точных данных, но это просто не вызывает сомнений, что в абсолютном количестве случаев преобладает вот это старое выражение притяжательности. Черчилль фактически не пользуется вот третьим способом, Germany's position, отдавая предпочтение первым двум способам. И вторая особенность заключается в том, что название стран, это не только Черчилль, но и очень многие политики того времени заменяют название стран местоимениями женского рода. She, her, herself. Ну вот, например, типичный пример. Russia must look after herself. Или о Польше. She, Poland, will rise again. И таким образом смысловое наполнение местоимения it, вот здесь повторяется эта фраза уже опять в английском языке, но подчеркнута it. Как известно, личное местоимение it может замещать предшествующее слово. В данном случае, если рассматривать левый контекст, то на самом деле на первый взгляд очень быстро устанавливаются отношения между it и Russia. На самом же деле все-таки он говорит о action of Russia или в эквивалентном выражении Russia's action, как мы бы сегодня сказали. Но Черчилль этого не делает в силу своих стилистических преференций. Russia's action. И тогда понятно, что it относится все-таки к action. Он говорит о военных событиях, о планах, намерениях, военных действиях, которые в сложной обстановке на 1 октября 1939 года он якобы предсказать не может. И второе очень важное замечание, это, если смотреть на it сквозь призму его второй особенности, если бы он говорил про Россию, то, скорее всего, здесь было бы местоимение женского рода. She, Russia, is a riddle. Этого он не говорит. И поэтому на этом основании я бы предложил два варианта. Если местоимение it замещает слово action, это в этой роли местоимение it может выступать. Оно замещает непосредственно, скажем, последнее слово в левом контексте. Можно предложить следующий перевод. Я не в силах прогнозировать дальнейшие военные действия России. Они, стало быть, действия России, представляются мне загадкой. Если же местоимение it обозначает всю наличную ситуацию, на что указывают, в общем, все грамматики английского языка, это способность местоимения it, то можно предложить другой перевод. Я не в силах прогнозировать дальнейшие военные действия России. Это загадка. Таким образом, при первом или втором переводе, неважно, речь о России не идет. И из этого я бы хотел сделать основной вывод, что не все все-таки придумал Черчилль. Историко-лингвистический анализ этой самой легендарной фразы помогает понять, что она не является культурологической характеристикой России, как это звучит, в достаточно многих серьезных работах. Не только в интернете гуляют эти фразы, но и вот у Татьяны Николаевны Красавченко, у Анатолия Кармина в большой книге Россия характеризуется как страна, окутанная тайной. На мой взгляд, Россия не более загадочная, чем Монголия, Соединенные Штаты, Боливия, Исландия, любая другая страна. И поэтому нет оснований пытаться уловить в этой фразе далекий отголозок Тютчевского умом Россию не понять. Это не культурологическая характеристика, а характеристика тех планов, о которых Западу не было известно 1 октября 1939 года. И черчиллевскую фразу не надо относить как характеристику России. И это чисто условный гиперболизированный шаг, ход, название гиперболизированное тех планов, намерений, о которых Черчилль мог только догадываться. И, кстати говоря, дальше он говорит, но у меня есть ключ. И таким образом он развеивает всякую таинственность. И он делает абсолютно точный политический прогноз, что в конечном счете у Великобритании, Франции и России есть общий национальный интерес. Это не допустить разжигания войны в Турции и на Балканах, как он говорит в этой речи. И поэтому он надеется, что Россия, Англия и Франция будут союзниками. Он прямо это не говорит, но подтекст именно за такой, который он расшифровывает уже позже, в 1948 году, когда пишет историю Второй мировой войны. Спасибо. На этом я немножко редуцировал, потому что время уже много. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, к сожалению, наше время в эфире истекает. Полина Андреевна, я правильно понимаю, что у нас нет уже? Да, к сожалению, мы превысили наш лимит по времени. Нам необходимо заканчивать наше заседание. Уважаемые коллеги, искренне благодарность и огромное спасибо всем вам за очень интересные, глубокие доклады. Действительно, есть над чем подумать. И по себе лично могу сказать, очень многие аспекты открылись с новой стороны. Я надеюсь, что самую главную задачу, которая перед нами сегодня стояла, это представить результаты своих исследований и установить определенные контакты. Везде у нас есть имейлы, и при необходимости мы все, безусловно, можем связаться друг с другом. Еще раз искреннее спасибо за интерес и содержательную презентацию сложного исследовательского материала. И, конечно, вам спасибо. До новых встреч. Вам спасибо. Прежде всего. Спасибо большое. Прекрасную организацию. Спасибо. 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 Спасибо.